Глоблин и Клим Жуков про положение крестьян при Николае Втором, русофобии, наследие империи. Не будут пороть в ответ, меня одно удивляет, почему так мало Романовых перебили, и вообще, ближнего их круга. Ну, дворяне-то разные бывали, они же жили на земле, многие из них вместе с крестьянами, крестьяне их просто хорошо знали, они знали, что некоторые из них могут, может быть, они просто были замечательные люди, как, например, Энгельгард или Пришвина, их никто не трогал, просто потому что они были нормальные парни, но люди, которые находились у власти в Петербурге, которые были тем, что мы сейчас называем олигархами, вот их почему перебили так мало, я не понимаю. Я бы посмотрел привычно с другой стороны, что типа вот поротые граждане, пороли их, по всей видимости, помещики, то есть это же крестьяне кругом, да, порол помещик, либо сам, либо записочку выписывал, иди там в губернию, в губернический центр, там тебя выпарили, блин, картины есть такие, в ожидании, порки, но… Стихи известные. Не знаю, я пришёл шестом, пришёл я на стену, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, ну и, извините, если по ним видно, что их пороли… Пороли серьёзно. Это не то, что там отшлёпали по заднице, это шрамы, которые никогда не пройдут. Ну их только если при помощи дорогущей пластической хирургии сводить. И чего вы хотите вот от этих людей, когда появилась возможность вас сначала раскулачивать, отнять у вас добро, а потом вас самих перебить и перевешать вместе с вашими помещичьими семьями. Ну тут вопрос, а вы на что рассчитывали вообще, когда их пороли? Хотелось бы… Вот, телесные наказания Российской империи и т.д. Ну, скажем так, не только Российская империя, телесные наказания просто в те времена, телесные наказания имели место. Они имели место в разных традициях, ну вот казаки сами себя порят, да, и не считают себя, сами себя угнетателями, да. выписали, получил, сказал спасибо за науку, дальше пошел. Это, ну, традиция такая. И, в принципе, смысл в чем? Ну вот, у нас концепция преступления и наказания, она к чему сводится, так если глобально? Есть некоторые вещи, которые делать нельзя. Если ты будешь делать некоторые вещи, ты будешь наказан, да, в каком-то обществе. там, по трактатам у Чиргизхана, наказание только смерть. Ушел с боя – смерть. Сделал ту-то смерть. Сделал ту-то смерть, да. Там, ну, не пароли, там просто смерть, например, да. Вообще, вводить наказание, не вводить, ну, за убийство есть какое-то наказание, да, ты будешь наказан. За воровство ты будешь наказан. Ну, допустим, арабы до сих пор руки рубят, да, за воровство, поэтому там никто не ворует, ну, как бы, ну, тоже интересное наказание – отрубить руку, там, или всыпать хлыстов и так далее. Теперь, где край, ну, вот, что такое «выпороть»? Это краткое замещение длительного наказания, ну, допустим, человек можно отправить в тюрьму, да, ну, вот, проворовался кто-то, ты будешь отправить его в тюрьму, он там будет сидеть, а ты понимаешь, да, что у него там дети по лавкам, там жена, что кормить надо семью, да, у тебя есть, как бы, вариант «выпороть», он, как бы, и урок будет, да, все живы, он будет продолжать заниматься своей деятельностью, это, как бы, рабочая схема. Никто же не говорит, что надо пороть вот просто людей на улице, отлавливать их пороть, это наказание за что-то, вот, вы не согласны с тем, что надо иметь какие-то уголовные наказания за какие-то дела, или вы не согласны с тем, что должны быть телесные наказания, вы не считаете их эффективными, ну, да, было в те времена, считалось нормальным, телесные наказания за какие-то проступки, а тут уже край, дальше начинается демагогия, когда вы говорите, что ни за что просто всех пороли, значит, вы врунишки и лжецы. Просто так кого-то пороть могли только сумасшедшие, там, люди. Сумасшедшие люди какой-то процент есть везде, да, есть везде. И где-то какие-то перегибы наверняка были, и это есть отражение в литературе. Но с этим российское государство тоже боролось, да, если какой-то сумасшедший помещик начинал лютовать, находили праву и на этого помещика. Поэтому просто сводить на уровень порки всю проблематику, вот, из-за того, что где-то кто-то когда-то кого-то порол, надо было вырезать царскую семью поубивать. Это Николай Второй выписывал, да, что надо запарить и несправедливо кого-то или что? Нет. Николай Второй как раз за справедливость был. То есть это демагог один и второй, которые просто подменяют, натягивают одно второе на третье и в результате этого доходят до какой-то мыслительной кульминации, им кажется, что они сильно умным делом занимаются. А вот порка, значит, надо Николая Второго и вообще эту классовую борьбу, которую принесли британцы. Вот британцы придумали, русские, побивайте друг друга. Русские говорят, а что мы будем себя убивать-то? А давайте мы вам дадим повод поубивать. Вот вам классовая борьба нравится? У вас есть классы, одни порят других. Вот убивайте, пожалуйста, сами себя. И начали бараны сами себя убивать. И находятся такие, которые поддерживают это до сих пор. Хотелось бы узнать. Ну и тут крестьянин, ему понятно, что помещик изверг, и его надо от того. Царь всё-таки далеко. В первую очередь разобрались с этими. Было бы неплохо про это помнить, когда вспоминаете про разграбленные и сожжённые усадьбы и убитого помещика. Ну, вспомните, что там было. Ну, тут же дело такое. Была у династии Романовых, была у династии Романовых одна возможность. Не скажу, что стопроцентная, но серьёзная остаться у власти гораздо надольше, чем до 18-го года. Это в 1861 году отпустить крестьян с землёй бесплатно. Крестьян не так. Вот что несёт? Вот в 1861 году, вот если бы он отпустил, тогда бы он мог бы остаться с землёй бесплатно. Вот что несёт? Вы представители бытлоидной части нашего населения, которое легитимизирует убийство российского правителя, легитимизирует развал российского государства, легитимизирует вот эту внешнюю инвазию британскую. Нашу страну сломали по британской указке наше собственное быдло, которое выявлялось... Это обычный Майдан, госпереворот в России. Выявлялось быдло, разжигалось, доводилось до состояния истерики, оно лютую, да, нашу собственную страну. И ты говоришь, что был шанс у него, вот тогда бы он был хороший. Тогда бы мы не убили его, не убили боевого детишек. Ну, вот ты понимаешь, что вообще происходит? Что ты несёшь? Кровожадный ты наш представитель. Крестьяне и так были предельно монархичны, просто в силу традиционности крестьянской общины, которой к тому времени начнут в вас уже тысячи лет, может быть, даже немножко больше. После этого свергнуть династию Романовых было бы почти невозможно, по крайней мере, в обозримой перспективе, потому что основная масса страны была бы тупо за них. Другое дело. У нас и так основная масса страны была за них, но вы обманули посредством печатных средств информации народу, демонизировали нашего государства, нашего правителя и его семью, наврали кучу этого всего, враньё создали, много слоёв вранья, довели народ до истерики и заставили лютовать. По-британской указке, вы британские агенты, вы сейчас агенты британского влияния, вот это уже, они свои методички насоздавали там уже больше ста лет назад, всё это было давно, да, начало 20 века, и вы до сих пор находитесь под их влиянием. Вы агенты британского влияния, вы зомби, зомби-клим, зомби-гоблин, зомби-люди. Ну, дело, что Александр Второй, скорее всего, не дожил бы до известного покушения, когда в него бомбы кинулись, потому что его бы раньше могли придушить свои, как это уже неоднократно бывало в истории, ну, потому что всего 60 лет назад, если отчитывать от 1861 года… Может, вы это, представители династии обиженных холопов каких-то, вот вас пороли, 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 вы накапливали ярость, что за это, что за комплекс, почему вот именно так, почему вы сами себя отпозиционировали в категорию поротых холопов, ну, были холопы уже не поротые, кто-то нормально не поротый жил… Убили императора Павла, его прямого предка, однако он это помнил и не стал обижать дворян, вместо этого ввёл такую реформу земельную, ну, вот у Николая Второго тоже был бы шанс, потому что, когда созвали Государственную Думу, первую туда потекли наказы от крестьян, стало понятно, что крестьяне не признают… Есть ли такая ситуация, при котором быдло не будет быдловать? Есть ли шанс, он поступил бы так-то или не так-то? Ну, проходи ли это? Янукович, пойди навстречу требованиям протестующих, вот быдло быдлует, пойди навстречу сделай… Не важно, что бы делали, быдло быдлует при любых обстоятельствах, потому что оно быдло. Быдло не знает, что власть в стране зараза нужна, что государство нужно. Без государства народ погибает в конечном итоге, его другие государства превращают в перегной. И вы занимаетесь целенаправленным разрушением государственности независимой, вы агитируете за государственность рабскую. Вам нужно не просто государство, вам надо красное государство, коммунистическое. Вам нужна именно британская идеология для холопов на чужих землях. Вот для быдла на чужих землях создана идеология. Трудились, ее создавали за британские деньги Карл Маркс и Фридрих Энгерс. Осуществляли свои труды на территории Британии. Дальше британские революционеры, опираясь на британско созданную технологию, проводили свои съезды своих партий коммунистических большевиков в Лондонах во всяческих, учреждали. И потом они ехали в нашу страну, чтобы делать государственные перевороты. Вот поджигать быдла. И они находили быдло среди нашего населения, потому что часть нашего населения – быдло. Ну так, объективно. Люди, доведенные до скотского состояния в результате дезинформации – это быдло. А скотининые люди, обманутые люди – это быдло. Вот. И вы, сторонники вот этой, вы британские агенты. Они не признают частную собственность на землю, и считают, что она должна быть только в руках тех, кто её обрабатывает. Что, в общем, справедливо. С одной стороны. С другой стороны, вот мультузианцы у нас буквально рыдают о том, что все беды в России от аграрной перенаселённости, и отсюда происходят периоды сжатия и, наоборот, выхода из кризиса. Вот в период сельскохозяйственного перенаселения сжатий у нас случилась революция. Потому что она должна была случиться, может быть, ещё и раньше, но вот серьёзное сжатие, умноженное на… Вот революции сами по себе не случаются. Потому что кто делает революцию? Революцию делает быдло. Быдло, не занимающееся деятельностью. Вот кто-то работает, а кто-то бунтует. И чтобы бунтовать, им нужны укащики. Вот пришли британцы и сказали, «Быдлуйте сегодня так-то, вот, пожалуйста, будет у вас такая-то революция». Вот пришла там Нуланд, раздаёт печеньки, допустим, да, и говорит, у вас Майдан, Украина, прыгайте, москаляку на геляку, кто не скачет, то и москаль. Делаем переворот. Всё, указчик нужен. Просто так революция не случается. Всегда есть тот, кто дрессирует быдло. И быдло начинает скакать и делать революцию. Умноженное на войну дало вот такой эффект. Да не было никакого перенаселения, вот это ужас, и крестьяне об этом могли бы любому мальтузианцу объяснить, что земли у нас было полно, просто от половины до третьей земли им не принадлежало, они там не жили, на ней не работали, ну для себя, по крайней мере. Вот если взять 85% населения и жалких 500 тысяч семей, которые вообще владели семьями, вот вы сравните, 20 миллионов крестьянских хозяйств мелких, ну и там примерно 150 тысяч хозяйств, которые принадлежали… Речь идёт про экономику и справедливость. Вот экономика на справедливости работать не может. Вот идеальный сценарий – мы взяли всех людей на земле, выдали каждому равный кусок земли, навели величайшую справедливость, и через 10 лет всё будет опять несправедливо. Люди землю перетусуют так, что у кого-то будет земли больше, у кого-то меньше, у кого-то вообще не будет, и опять будет несправедливость. Поэтому в наивную вот такую вот ерундишку верить бессмысленно. Есть обычная рыночная экономика, в том числе и собственность на землю в различных формах. Собственность либо совсем собственность, либо какая-то арендная форма. Право собственности, право пользования землёй на такой-то срок. Вот и всё. Но можно бунтовать и под этим флагом. Вот земля, чья собственность, давайте друг друга резать. Друг друга резать можно под любым флагом. Одни с усами, другие без усов, давайте друг друга резать. Помещик, вот вы сравните, что об этом мог думать крестьянин. Вот что он мог по этому поводу думать. А власть в это время поддерживала этих самых людей. Когда я говорю власть, это конечно и Николай Второй тоже, но в первую очередь, конечно, это правящая прослойка, сам Николай Второй. В данном случае был просто говорящая голова. Которая говорила, правильное для правящей прослойки нужно, и поэтому находилась собственно в власти. Ну вот когда после революции 907 года выкупные платежи у крестьян 905-907 года, в 907 году выкупные платежи отменили, проявили реформу Петра Аркадьевича Толыпина, которая провалилась ещё раз. Вот после этого крестьяне вдруг поняли, что царь точно всё знает. Потому что не может быть, что в течение 100 лет бояре были плохие, а царь хороший. Вот он точно всё знает, после этого всё. Дни династии Романовых были сочтены. Ну а с другой стороны у Николая… Вот это вот, какая, блин, наивность. И тут крестьяне поняли, и дни Николая были сочтены. Вот вообще субъектность толпы, она отсутствует. Толпа не сама зарождает мысль. Мысль зарождает индивидуум. И индивидуум, обладающий механизмами влияния, средствами и так далее, он может либо проплатить эту революцию в этом быдлостании, либо не проплатить всё. Тогда специально нанятые люди, такие как Троцкий и Ленин, или там другие, Зиновьевые, Каменевые, Пошло Поехало, вот эта вот вся, Свердловая, Шайка-Лейка, будут отрабатывать эти революции. Всего лишь. Стадо не зарождает мысль. Стадо не способно самоорганизоваться. Оно не способно попрыгать там два дня максимум, неделю в пике и разойтись. Крово оказались, им же выращены крупные капиталисты, олигархи, которым этот Николай II был, к чёртовой матери вообще не нужен, потому что его нужно было содержать. Зачем он? Ну и когда у тебя, с одной стороны, народ не поддерживает, ему просто всё равно, что с тобой будет вообще. Ну а с другой стороны, ты вырастил сам хищного вампира, который у тебя живёт за незапирающейся дверью. Ну в этот момент надо было линять к родственникам в Англию, пока ещё было можно. Но если ты не слинял, ну значит, ты увёз бы семью, по крайней мере. Но если тебе её в самом деле было жалко, нет, ну получите и распишитесь. Собственно, как правильно замечено, в собственной судьбе… Ну да вот, мы взяли кого-то убили, а потом мыщим оправдание выдумываем. Мы убили его, потому что он был плохой. А он был плохой так. А он ноги не унёс. А он… А он… А он… Ну да… Но британская монархия вам же нравится. Вам только наша, российская, не нравится монархия. Вам нравится британская королева? О, какая королева! Ой, какие у неё собачки, корги, такая порода классная. А дети какие! А принцесса Диана! Вам же нравится британская монархия? Вам всё британское нравится? Вам и жизнь нравится в Британии, да? Они сами себе не режут головы, да? Они только заставляют нас самим себе головы отрезать. Вот мы режем себя, режем на потеху британцам. В результате у нас что-то и жизнь какая-то экономически бывает там похуже, чем в Британии, да? Ну, вам нравятся их королевы. Вам не нравятся наши королевы? Вы вообще какие-то вот прям… Конкретно британские агенты прям, я не знаю, вас как-то выводили прям в лабораториях. Где вот Николай II именно в судьбе семьи? Виноват именно он. А православная церковь-то поддержала его в эту тяжёлую… А церковь-то православная-то, ёлки-палки… Православная церковь же тоже… Вам же британцы сказали, пожалуйста, бейте казачество, бейте православную церковь, бейте рыночную экономику, молитесь на Карла Марса и на британскую королеву. Вот вы этим и занимаетесь. Церковь вам плоха, да? Церкви, они же попы, они же нахребетники-то, ноги-то свесили… Паразиты, блин… Тяжёлую минуту… Мы как-то… Целый ролик… Целый ролик… Мы не все смотрели… Да, первыми, первыми вообще, кто легитимизировал и признал отречение Николая II, был Священный Синод, то есть управляющий орган Русской Православной Церкви… Вот сейчас на Украине… Вот сейчас на Украине… Тоже, да… Первыми, кто признал это всё, был Вселенский Патриарх… Томас он подписал… Он украинскую самостийность… Вот для развала нашего народа… Всегда найдутся какие-то жабы… Какие-то… Вот такие вот… Задроченные… Сволочи… Которые… Будут делать плохо… И что… Из-за того, что там Вселенский Патриарх… Который… Протуреченный… Проантантенный… Проаннатовский… Да… Что-то… Принял… Мы будем делать вывод… Что у нас… Православная Церковь в Украине плохая, что ли… Из-за вот чего-то там… Что… Да… Что… Как… Вся Церковь плохая… Из-за того, что первыми там… Вот наглядный пример… Украина сегодняшние дни… Развал Украины… Да… Резня нашего народа… Все создано… Шаг за шагом… Да… И есть конкретно Вселенский Патриарх… Который… За развал… Церкви… Единой… Да… На Украине борется… Делает гадость… Для нашего народа… Вот это вот факты… И вы… Здесь вы тоже такую же, наверное, оценку… Дадите… Да… Все для развала страны… Или вы этого не понимаете… Ну и там дальше… Кто-то что-то признал… Кто-то что-то не признал… Куча честных священников была просто вырезана… Расстреляна… Просто проехались… Про… По нашим священнослужителям… Кровавым катком… Это было… Это документальные факты… Сколько священников погибло… В эти… Гуды… Что потом делали коммунисты с церковью… Какой прессинг давления было… То, что за кадром… Вы же не говорите… На церкви… Там, кто не в курсе… Зал свиданий… Во главе его стоял трон… Где… Когда посещал-то славное учреждение… Должен был поседать император… Ну, когда он там не был… Просто стоял трон… Символизируя его присутствие… Вот… Не успел ещё… Фактически… Николай I… Отречься… А сотрудники священного синода… Трон-то из зала… Вынесли… Сказал, что всё… Ну и почитайте, что… Говорили по поводу… Возникшей буржуазной республики… Высшие иерархи… Церковь… Уполномоченные… Говорить из лица… Очень и очень многих людей… Это же прямо благословение… Новой буржуазной республики… Системная работа… Выявляли быдло везде, где только можно… И устраивали его… Стоило… Чтобы быдло ломало нашу страну… Нет… Проклятие… Трёхсотлетней тирании… А вот эти вот материалы, кстати… Надо посмотреть… Это вот точка зрения… Начитавшегося клима… Да… И надо посмотреть… Объективные какие-то данные… Сравнить… Насколько достоверны эти потоки, которые он вообще изрекает… Место… Православный народ… Избавленный, наконец, от греха цезарепопизма… Расправит крылья и заживёт совершенно по-новому… А как же помазание Божий… Богом поставлено… Да… Вот по поводу Богом поставлено… Когда у нас… Что церковь, значит, решает… С Богом ещё… А кто же решать-то будет? Это же церковь его помазывает… Поэтому им же виднее… По поводу… По поводу… Поставления на власть… Вот, например, есть такой замечательный документ… Называется «Манифест о незыблемости самодержавия…» Который был издан при воцарении Александра Третьего… После того, как убили его папеньку… Там… Есть… Такие… Мощные слова… Что мне нужно их зачитать… Богу… В неисповедимых судьбах его… Благоугодно было завершить славное царствование… Возлюбленного родителя нашего… Мученической кончиной… А на нас возложить священный долг… Самодержавного правления… Повинуясь воле проведения… И закону наследия государственного… Мы приняли… Бремя сие… В страшный час… Всенародной скорби и ужаса… Пред лицем Всевышнего Бога… Веруя… Что предопределив нам дело власти… В столь тяжкое и многотрудное время… Он не оставит нас… Свою всесильную помощью… Глаз Божий… Повелевает нам стать бодро… На дело правления… В уповании… На божественный промысел… С верою… В силу… Истину… Самодержавной власти… Которую мы призваны… Утверждать… И охранять… Для блага народного… От всяких… На нее… Это опять… Мат какой-то… Натурально… Вот… Борьба… С религией… Вот… Люди некоторые… Ну… Не понимают… Для чего нужна религия… Вообще… Не понимают… Вот… Наше государство… Держалось… На религии… Держится… На религии… До сих пор… Во многом… По некоторым… Позициям… Мы… Друг друга… Не… Убиваем… Только… Благодаря… Религии… То… Что… Мы… Сошлись… Под этой религией… Мы друг друга не режем… И в каких-то критических ситуациях… Религия помогает… Успокаивает народ… Вот… Мы… Столетиями… Сами себя резали… Под одним… Под другим поводом… По третьим… Потом… Мы устаканились… Под религией… Под христианской… Последний раз… Перебились… Хорошенько… И перестали… Друг друга резать… Сами себя… Мы больше не резали… Под этим… Православием… Потом… У нас была… Смута… Без… Когда у нас нет… Правителя на Руси… У нас бывает… Смута… Смутные времена… И мы опять… Сами себя… Режем… Вот… Нам без религии… Плохо… Мы сами себя… Без… Единовластия… Нам плохо… Мы сами себя… Режем… Это… Вот… Такой… Процесс… Люди… Кидаются… В любую… Смуту… Занесенную… Из-за рубежа… Из-за рубежа… Нам посыпают… Постоянно… Поводов… Одних… Вторых… Третьих… И мы сами себя… Режем… А вы… Целенаправленно… Кидаетесь… И на… Религию… И на… Казачество… Казачество… Это тоже инструмент нашей государственности… Вот… Казачество… Это люди… Которые… Держали наши границы… Этнический фактор успокаивали… У нас не было при казаках какой-то национальной вражды… Потому что казаки эти вопросы просто снимали… Уравновешивали любые проявления чего бы то ни было… Мы приходили к миру… А вот… Инструменты… На которых… Держится наше государство… Вы… Желаете уничтожить… В то же время… Вроде как… Наверное… Хотите… Да… Чтоб наше государство жило… Да… Без инструментов… Жизнеспособности… Мне еще понравились призывы коллективно ответить… За убийство… Немедленно… Ну… Как… Не все там были… Художественный фильм… Цельнометаллическая оболочка… Я пытался помочь рядовому куче… Но не смог… Потому что вы мне не помогаете… Упор лежа принять… И… Понеслись… А потом кучу… В ночи… Отметелили… Пусками мыла… Я даже не представляю… Какие вообще там… Побои наносятся… Таким образом… Ну… Вот… В советском войсковом уставе… Коллективная ответственность была… Запрещена… Потому что… Есть совершенно конкретный виновник… Которого потом будут избивать… И тиранить… Всем коллективом… Вот это вот навязывание коллективной вины… Это зачем? Ну… Это втройне странно слышать… От людей… Например… С юридическим образованием… Как у нас такая есть… Гражданка Поклонская… Которая вроде как… Прокурором долго работала… Тоже должна соображать… По поводу… Ну… Про коллективную вину… Про коллективную ответственность… Если как-то абстрактно… Это одно… А если на практике… Когда есть коллективная ответственность… То… Боевое… Соединение… Более сильное… Чем соединение… Где нет коллективной ответственности… Это… В той же армии Чингисхана было… Коллективная ответственность… У римских легионов была децимация… Коллективная ответственность… Это… Поднимало… поднимала боевые возможности соединения. Когда ответственности нет, всегда более слабое подразделение. Это просто правила игры. Есть такие правила, есть другие. А дураки за справедливость – это третья жизнь на планете. Того, что такое есть определение вины и понесение наказания за неё. Она же может быть только персональная. Ну, на Украине там разные прокуроры. Вот тут их Луценко там возглавил набег на сайте FIFA, флешмобы проводил. Ну, тут сложно, конечно. Есть время у человека, есть досуг, есть чем заняться занятным, весёлым, интересным. Ну, так я же говорю, что вот юрист, казалось бы, должен понимать, что ответственность может быть только персональная. И после вынесения приговора судом только. Ну, если вы об этом во все услышания постоянно талдычите, что в Советском Союзе такого не было, это было ужасно. Хотя я не знаю, где там такого не было. Но, тем не менее, вы талдычите. Почему вы потом призываете нас к совершенно обратному? Какой-то просто варварской дикости, вот натурально. Что это за коллективная ответственность? Это вы как татар-монголы, что ли? Они тоже проповедовали принцип строго коллективной ответственности. Вот у вас какие-то представители, как правило, высшей аристократии некоего города запомоились в участии в убийстве послов монгольских. Так весь город под нож. Ну, потому что вы отсюда, вы их знали. Весь город под нож, это коллективная ответственность. Сейчас вы будете коллективно каяться и действить наказание за убийство наших послов. Это было в 13 веке, а сейчас вроде... Ну, собственно, повод всегда можно найти. Это же не говорит о динамике-то. Ну, о чем вы вспомнили это? Коллективная ответственность. Вы, ребята, взяли просто, разрушили такие люди с таким мышлением, как у вас, коммунисты. Разрушили нашу государственность. Пошли на схему, при которой мы все выступаем лохами. Мы расчленяем нашу страну. Куча псевдореспублик была создана для того, чтобы потом порезать землю нашу, развалить на части. Потому что было понятно, что это не будет вечным субъектом, это будет временным субъектом, который потом развалится, так или иначе, не самостоятельно, так с внешней помощью. И будут разрезаны кусочки. Вы, этот фантом, коммунисты, товарищи, создали тогда, боролись за него. Вернее, создали-то как? Вам его создали, вам сказали идти этой дорогой, вы пошли. И сейчас вы пытаетесь реанимировать эту гнилую, краснозадную идеологию, которая неизбежно приведет к загниванию нашей страны, к проигрышу нашей страной, в экономическом развитии по отношению к другим странам, в проигрыше, в плане утратить территорию и всего прочего. Вы призываете нас туда, обратно. Наш народ смущаете и тянете его в эту бездну. Вы этого не понимаете или понимаете? Если понимаете где-то как-то и осознанно это делаете, вы вообще вредители, злостные. А если не понимаете, то вы все равно агенты Британии, потому что слабоумие и отвага, это быть полезным идиотом, это тоже участие. Льете воду на их мельницу, на развал нашей страны. Коммунизм, зло. А сейчас вроде бы 21-й. Там вообще сам по себе подход прекрасный. Если я должен каяться за наше советское прошлое, то я из этого могу сделать вывод, что наше советское прошлое было чем-то плохим. И я так думаю, что оно вот из того, что говорят эти граждане, оно было, наверное, сначала такое же, а потом еще и хуже, чем нацизм. То есть это вот откровенное. Нацизм, не нацизм. Хорошее, говорите, было наше советское прошлое. Вот до наступления советского настоящего у нас была одна демографическая динамика. С приходом коммунистов мы просто сами себя поубивали. Из-за различных форм придурья мы себя убивали. Вот пришли сегодня одни придурки и сказали, так-то будет, и мы себя убивали. Пришли другие, будет так-то, и мы себя убивали. На первых годах советской власти вообще в насилие все формы придурья. Расцлевали как могли только. Комсомолка является собственностью всех бойцов, да, и так далее. Чего там эти сексуальные принципы вводили? По растлению. Нормальная нация. Садомитская, короче, бредятина. Вырезали священнослужителей. Вырезали инженеров, тех, кто не пошел на вашу службу. Всех белогвардейцев, так называемых, их сочувствующих, классовых врагов. Просто взяли и часть страны спотрошили. Повырезали, постреляли. Вот по указке из Британии ваши соратники, предки ваши идеологические, резали наш народ, выбивали наш народ миллионами. И определял, кому жить, кому не жить, нормальный быдлоид, принявший идеологию британскую. Вот британский карломарксизм, принявший любой быдлоид, определял, этот будет жить, а этот не будет жить. То есть доверили регулирование жизни быдлу. Быдлоид решает, ты умрешь, а ты не умрешь. И противоставляете в этом, ах, розги всыпали или не всыпали, да? За то, что розги всыпали или не всыпали, этот умрет, этот не умрет, да? Да, вы это сопоставляете? Там были розги наказания за что-то, за какие-то действия. Они наказания есть и сейчас, но в других формах. А когда ваш народ, кровный ваш, родной ваш народ, ваших людей, живых, умных, с добрыми глазами, убивают, не наказывая, не в качестве наказания, а убивают за то, что они по-другому мыслят, за то, что они не повелись на британскую эту указку, да? Просто убивают, пух, и все. За то, что они классовые враги. Это вот сидели дураки, придумали тему и начали друг друга убивать. Вот сейчас вот собрались в городе люди по интересам и начали резню устраивать по какому-то поводу, по поводу классовой борьбы или не классовой борьбы. Это нормально или нет? Вы оправдываете вот это, вы сидите там, уже это перегнила, это чушь, наша страна этим переболела, и вы сидите и опять пытаетесь это возрождать. Это черное лютое дерьмо мозговое, занесенное когда-то из Британии в нашу страну, приведшее к жесточайшему этническому урону, жесточайшему экономическому урону, к отставанию в науке и технике. Мы бы в космос вышли и при царе, батюшке, и гораздо легче, и были бы мы дальше. Все эти программы электрификации – это кальки со Столыпинских программ. Строились железные дороги у нас, страна развивалась, экономика развивалась. Нет, там кого-то пороли, кого-то пороли, надо порезать горло, надо поубивать, кого-то пороли, было недовольно. Докровенное уравнивание нацизма и коммунизма, они чё, не понимают, к чему это ведёт, нет? Это ведёт к переделу всей Ялтинско-Поздамской системы мироустройства, немедленно. Потому что одной из высоких договаривающихся сторон был коммунистический СССР. А если коммунистический СССР – это равно гитлеровская Германия, которую осудили в Нюрнберге во время известного трибунала, ну, значит, все решения, в том числе международные, вынесенные этой властью, незаконные. А тут? Конечно, ребята, нельзя до таких каких-то вещей доводить, соглашаться. Но смысл не в этом. Вот любые сценарии, они прохиндейские. Вот этим прохиндеям по барабану, на самом деле, коммунистический – это такой же, как фашистствующий или нефашистствующий. Они без всякого повода, ну, записали страну в террористы, записали. Захотят записать, контрапуписты запишут. Им не надо вот этого, вот им плевать, что мы бормочем о нашем коммунизме. Чему он равен, чему он не равен. Они нас запишут, куда они захотят. Потому что там централизованное управление Европой. Вот Европа – это подвассальные, подхолопные люди, современная Европа. Они не управляют этими процессами. Их загнали в Скотта Евросоюз. Их сейчас надрачивают, как хотят. Хотят повдоль, хотят поперек. В Скотта шуркают. Как Скотт загоняет туда-сюда. Это процесс. Ваши переживания, они, конечно, цены признания коммунизмов. Вы предлагаете вообще правду про коммунизм не говорить? Конечно, коммунизм – это не фашизм. Но это такая же лютая бестия. И Российская империя – правообладатель. Россия – правообладатель. Россия – правообладатель всех российскоимперских активов и так далее. Поэтому ваши вот эти скрежетания в плане… Если Россия – правоприемник Советского Союза и правоприемник Российской империи, скрежетания, стонания по какому-то эпоху, по какому-то периоду нашей истории, они здесь ни при чем. А тут многие, наверное, не знают, что современная Россия – она правоприемница. Да, я так обозначила. И это было принято международным сообществом Советского Союза. То есть, если вот с этими мерками подходить, то современная Россия – она правоприемница преступного Советского Союза. А значит, тоже, по всей видимости, преступная. И по барабану, вот эти ваши мыслительные конструкции по барабану, вас надо будет записать в зелёное, вас запишут в зелёное. Все эти стонания… Во главе её, как нетрудно догадаться, стоит преступник. Да, и не только, и не один. Ну, целая группа преступников. Преступная группа по предварительному сговору. Они не понимают, что они говорят? Или они специально это говорят? Не, ну, мне, честно говоря, кажется, что это, с одной стороны, есть группа, видимо, проплаченных мразей, видимо, в том числе и во власти. А есть люди, которые искренне… Вот как бы хотелось верить, что вы непроплаченные, что, правда, вы такие вот наивные просто. То, что вы бормочете – это просто наивная, непроплаченная, лютая дичь. Не понимают. Я уверен, что и большинство… Надо быть конченым дебилом, чтобы такое не понимать. Антисоветчик всегда русофоб. Вот это вот очень гнойный такой тезис. Антисоветчик всегда русофоб. Ну, давайте. Николай, второй антисоветчик, он русофоб? Любой белый генерал, который боролся с вами тварями, с коммунистическими, он русофоб, что ли? Ну, он же антисоветчик. Ему нахрен это ваш долбанный, придурочный коммунизм, притащенный из Британии, не нужен? Он что, русофоб? То есть, с логикой вас вообще, у вас там каша в голове, такая зомбодурость, которую вы транслируете. Вот, у вас же сидят-то люди, смотрят, вот сколько там вас там смотрят, что-то 200, 30, я не знаю, сколько там подписчиков. Ну, у вас много подписчиков. Это перетрасляция, наверное, с какого-то канала. Ну, жуть. Вы вещаете свой маразм на широкие слои населения. Вы зомбируете людей. Вот человек сидит и смотрит, он начинает, правда, думает, что вот та дурость, которая, полуумная дурость, которую вы несете, он думает, что она умная. Потому что связки какие-то есть. Если не вдаваться, они могут даже показаться логичными. Ваш бред вот этот, он может так показаться логичным, он скроен, но вы бредите. Ну, прям это бред. А есть люди, которые искренне не понимают. Я уверен, что и большинство надо быть конченым дебилом, чтобы такое не понимать. Антисоветчик всегда русофоб. Антисоветчик всегда русофоб. Дебилом, чтобы такое не понимать. Антисоветчик всегда русофоб. То есть, человек бредит. Вот гоблин бредит в прямом эфире. Антисоветчик равно русофоб. Первый закон «Тожество нарушен. Имеет не одно значение, значит не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности есть самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Антисоветчик не равно русофоб. Это просто, как дважды два. А человек, который гоблин, не может сосредоточиться, бредит, он нарушает логику. Мы приводили примеры, когда человек нарушает логику. Это вот взрослый человек ложкой в рот попадает, а логику не способен. И как бы транслирует свой бред, зомбирует. Что мы имеем? Печаль? Дуракам непонятно, о чем речь. Разъясним еще раз нам. Дуракам непонятно, о чем речь. Блин. На пальцах. Если Советский Союз, как это кажется, антисоветчиком был преступным государством, это государство русских было. Опять-таки, вдруг, кто не знает, если он был преступен, то Россия правоприемник. Политический строй в каком-то государстве, в русском, нерусском, ну, может быть, разный. В результате внешней инвазии могут прийти какие-то твари, сесть вот так на государство. Вот сейчас на Украине сидят твари бретаноидные. Государство украинское. А твари бретаноидные, которые засамбировали там часть населения. И вот примерно такая же ситуация, в которой ты вот сейчас вот путаешься и генерируешь потоки бреда. Опять-таки, вдруг, кто не знает, если он был преступен, то Россия правоприемник Советского Союза, а значит, тоже является преступной. Вот мы в ней, русские, живем, и это все на правду. Если Россия правоприемник чего-то, то это не значит, что она преступная. Вот что ты сопли натягиваешь на глобус? Вот дедушка твой мог быть преступным, а ты внучок такой, его правоприемник. По наследству тебе досталась квартира, но это не значит, что ты преступный. Это просто. Но если люди не могут сосредоточиться, они могут за этот вот бред нести. Зачем? Зачем? Ну, какой-то апгрейд там себе проведите, витамины, я не знаю. Или перестать его употреблять, может, вы что-то употребляете, чтобы потом такие задурить, задуряете. Ну, ребята, ну как так можно? Вот мы в ней, русские, живем, и это все направлено против нас. Так, то есть ты вот сейчас вот этими искажениями логики подвинул, да, что коммунизм для нас все, социализм надо этот коммунистической версии обелять, иначе это антинационально против русских. Вот просто потоки бреда несвязанного генерируешь. Против русских и нерусских тоже. Кто эти люди, которые хотят беды и горя русскому народу? Беды и горя русскому народу хочешь ты, не понимая таких элементарных вещей, и позволяя себе гадить в головы разумных людей недостоверной информации. Ты разрушаешь наше будущее, генерируя системный бред, который направлен против нашей страны, против мыслящих людей в нашей стране, против перспектив нормальной жизни, экономического благосостояния в нашей стране. Ты зомбируешь нашу страну в интересах наших внешних врагов. Ты заставляешь большую часть населения в нашей стране принять к себе в симпатии нерациональные пути развития общества. Ты делаешь наше население политически безграмотной быдлотой, превращаешь в быдлоту. Уподобляешь себе. Ты вредитель для нашей страны. В силу своего слабоумия, отчаянного, деятельного слабоумия. Но слабоумный, он может быть сидеть дома и помалкивать, а деятельный слабоумный, он исполняет, приносит вред своей деятельностью. Народу. Наверное, русофобы. Нет, если они при этом русские, по-моему, это ничего не меняет. Даже если они православные, это только отягощает их вину. Православные отягощают их вину? Так, я не понял, у тебя вообще православные хорошие или плохие? Вы только что гадили на православных, что вы сейчас их вспоминаете? Отягощают вину только в этом плане. Последствия-то они простые, никто не понимает. Вдруг кто-то в самом деле не понимает. Как только мы… Вот эта логическая цепочка, она вот идёт прямо одно с другим. Как только мы всей страной признаём коллективную вину за убийство гражданина Романова, не принимая во внимание, что там ещё кое-кого убили, значит, мы… Следующее выясняется, что последующая власть была незаконна, следующее выясняется, что с незаконной властью боролись… Подождите, подождите, как выясняется, что у нас была незаконна? Как это можно выяснить? Вы что, где находитесь-то? Это ясно с самого начала. В результате госпереворота, быдла свергло наш государственный строй. Вот революция – это госпереворот. Ты не знал? Как это можно выяснить сейчас? Это известно давно. Ты что, на собрании не был? Что происходит-то такое? Что несёте-то? Признаём коллективную вину за убийство гражданина Романова, не принимая во внимание, что там ещё кое-кого убили. Значит, мы… Следующее выясняется, что последующая власть была незаконна, следующее выясняется, что с незаконной властью боролись немцы, которые были точно такие же мерзавцы. Немцы боролись с незаконной властью. Вот собирают всё подряд, вот и что, да? Немцы боролись не с незаконной властью в России. Власть в России была незаконна, действительно. Вот всё с самого момента, как свергли монархию, мы вошли в эпоху беззакония. Вот реально. Мы разрушили свою страну. В результате этого беззакония, ну вот такие вещи. Если у нас купленные области в Балтике в результате каких-то непонятных действий становятся самостоятельными, выходят из страны, это тоже беззаконно. Это земли купленные документально, за столько-то денежек, историческая информация. Если у нас есть решение при Ясновской Раде, где определенный объект вошел в состав Российской империи, это законное действие. И есть незаконное действие, когда какой-то там кто-то-кто-то отсоединился. Это незаконное действие. Точно такие же. Таким образом, мы тоже преступники, и на этот раз уже коллективно, уже безо всяких яких. То, что мы убили Николая Второго, это наше внутреннее дело, а вот то, что мы... То, что Николая Второго, да, это, конечно, наше внутреннее дело, но этот позор не должен быть оправдываем вот такими вот аморальными людьми с аморальными воззрениями. Из-за каких-то целей, которые вы сейчас нашептываете, вот из-за каких-то вот таких целей, что немцы напали на незаконное, что кто-то может как-то подумать или эдак подумать, мы теперь будем, не будем признавать, что мы дебилы убили собственного монарха, что ли? Мы будем это отрицать, мы будем это оправдывать любой ценой? Врать себе, своим детям, своим внукам? Просто пока ошибок-то не признаешь, ты ничему не учишься. Надо признать ошибку, что мы дебилы, развалили свою собственную страну на потеху британцам, тогда мы не будем в следующий раз давать свою собственную страну, разваливать на потеху британцам. А вы же продолжаете, вы британскую технологию развала страны, вот коммунизм это британская технология развала страны. То, что воплощает британский план развала нашей страны, это британский агент, это сволочь. Люди, которые по наивности привлекли сами себя, вошли в это дело, в процесс развала нашей страны. Это наивные идиоты, вредители нашей страны. Вот их надо пороть, выказывать, если бы было, конечно, там по временам Николая. А так надо витамины какие-то вам прописывать, как-то отрезвлять вас. Что вы делаете-то, пацаны? Вы вредители, идеологические диверсанты. Являемся равно гитлеровской Германии, значит, что мы и осуждённая страна. А значит, что все договоры, которые были заключены в Ялте и под Сдаме после войны в 45-м и дальше годах, их нужно отменить. То есть, Россия лишает... Дверь, солдат и холодильник. Вот одно, второе, третье, четвёртое, не сядно. Ты просто собираешь цепочку из событий, как-то нанизываешь их на шампур, которые вот... Нет этого всего. Это вот твои выдумки. И лишается сразу Калининграда, немедленно, это вот первое. Лишается незамедлительно Курильских островов, вот с другой стороны, потому что мы их уедем. Вот это у тебя началось с чего? Коммунисты плохие, значит, надо дать Курильские острова. Ты понимаешь, что ты несёшь вообще? Что вот эти вот твои вымыслы, и ты этим обманываешь обычный народ. Просто обманываешь этим обычный народ. С другой стороны, потому что мы их у Японии аннексировали, фактически, незаконно. А дальше мы решаем все места в Совете Безопасности ООН. Вот то! Место в Совете Безопасности. Вот вообще, что несёшь? А что там про правовед у нас там просто физически не будет? Вообще, даже как... Вот, вот, вот. В конечном итоге, правоведов, Совет Безопасности ООН, это всё образовывается. Вот сидела поверженная страна-победитель. Вот поверженная страна-победитель. Советский Союз была страна-победитель, которая была повержена. Вот мы поубивали кучу своего собственного народа из-за ненужной драки с немцами. Немцев на нас послали британцы. Вот мы с немцами рубились. До этого мы были британско-пострадавшими от революции. Устроенные британцы потом мы порубились британско-пострадавшие с немцами. И дальше потом мы подписывали эти документы. В результате и правоведа, и так далее, и так прочее. Это было соглашение между тремя, так сказать, державами, да, получается, победителями. Мы, британцы, штаты. Как бы учредители. Наверняка есть инструменты, которыми можно переконфигурировать. Эти инструменты дрессировки общественного мнения, юридических форм в Европе, в мире. В результате которого мы решимся правоведа. Но припяхивать сюда цепочку от того, коммунисты хорошие или нехорошие. Коммунисты хорошие или нехорошие, и правоведа на другом конце. Это называется «почему без шляпы?». Вот принцип гопника в Советском Союзе звучал «почему ты без шляпы?». Дай закурить, на, дай спичку, на, спичку не надо, дай зажигалку, на, что за ты хороший, у тебя все есть. А почему ты без шляпы? Это вот такой принцип. Не важно, что там, коммунисты хорошие или нехорошие, можно придраться до любой шляпы. То, что ты несешь, это вообще такая наивность, наслаиваемая друг на друга с какими-то выводами. Боязнь, смешная боязнь. Даже как говорящая голова. Потому что Совет Безопасности ООН – это одно из детиш сталинской дипломатии. Ну вот она расприступная в сталинской дипломатии, да еще во втором поколении. Ну все, значит. Сомнений-то быть не можно. А Сталин-то преступник. Это любому рукопожатному гражданину известно. Вот, и все, что он делал, это преступление. Вот, значит, Совет Безопасности ООН – это тоже одно из сталинских преступлений. Между прочим, значит, нам там место, все. Вот тут, представляете, что после этого начнется. Все эти санкции, которые к нам сейчас применяют, вам покажутся тайским массажем. Причем таким, не сильно жестким. Вот, а все это вот натурально, оно связано все буквально в одну цепочку. Я могу понять, когда подобные вещи продвигает какой-нибудь темный сельский дебил? И не могу понять, когда такие вещи продвигают руководители организаций. Как это там? Что у них в головах? Когда это, прошу прощения, продвигается? Когда вот человек, не способный сосредоточиться, игнорирующийся в логику, вот, он не понимающий, не может он в логику, да? Называют других дебилом, это тут, конечно, так показательно вообще. Так, мы не с самого начала начали. Так, это сейчас вот, что-то 18 минут, 55 секунд, а что там в начале-то было? Там же где-то было про бездоленных, ну-ка. И Победоносцев, это один из инспираторов закона о кухаркиных детях, которые просто прекратили массовое образование в России. Это, кстати говоря, к вопросу об успехах образования в России при Николае II, он же этот указ не отменил. Вот этому человеку доверили воспитание. Про образование в России, ну, вот совершенно другие данные, которые не причесаны в сторону коммунистов. Ну, а Стихон Шевкунов, фильм Российской империи. Вот строго противоположно вашим данным. Будущего самодержца, вот, пожалуйста, результат налицо. Виноват в этом кто? Его папа Александр Третий, который был лучше и умнее, чем собственный сын. Его папа Александр Третий устроил в стране полицейскую реакцию. Вот у нас тут Павел Перец, правда, рассказывал, что реакция была такая довольно, как вот сказать, мягкая. Но вы знаете, когда до этого... Кстати, вот этот стабильный момент, он как тогда был, так вот сейчас на Украине, когда начинается инвазия извне, ну, там надо действительно вводить полицейскую реакцию. Ну, вот Лукашенко ввел полицейскую реакцию, да, они успокоили Белоруссию, да, и сейчас Белоруссия в мирном состоянии находится. А могли сломать Белоруссию, довести Белоруссию до крови, да. Но в Украине не ввели полицейскую реакцию, и Бутлота захватила власть. Даже не так. Бутлота была выдвинута в органы управления, а настоящим властью стала прослойка изне и местные надзиратели. Все. Поэтому реакция... Ну, Китай Тин Няньмень подровнял, да, и продолжал существовать дальше. Там вот, когда Бутлота китайская вышла на площадь, их подровняли, наивных... Быдло и наивные люди выходят. Быдло в силу своей природной быдливости, и наивные люди, романтики, которые оказались в силу обстоятельств, вот они выходят, поддерживают эти всякие брожения, демонстрации быдлоидности, ведущие на развал страны. Вот. И против этого действительно надо принимать жесткие меры, потому что все эти быдлоидные потуги, они, как правило, инвазия извне. Дяденьки извне сказали, а вот покидайтесь сегодня на Китай, сейчас тут говорят, покидайтесь на Турцию, да, все это приурочено каким-то, да, там, вы ранее, говорят, покидайтесь. Это все дрессировка извне, в ответ на какие-то реакции. Если вы этого не понимаете, ну печально. Вы знаете, когда до этого такого не было, то мягкость – это вещь, исключительно познающаяся в сравнении. Апеллировать от лица людей второй половины 19 века к опыту людей конца 20-го, глупо, на мой взгляд, потому что, что будет в конце 20-го века, они даже не подозревали. Зато имели свой собственный опыт. Вот вообще все повторяется, вот стабильно, все повторяется в истории. Расломали Францию, французские революции, довели Францию до кровопролития, изломали страну, которая отстала от Англии, по многим показаниям, да. И французские революции совершали по британской указке. То есть Британия совершала эту страну, революцию во Франции, разрушение этой страны. Это повторяется. Все повторяется, 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 повторяется. На наших странах повторяется. Сейчас осталась нормальная, сильная британская монархия, и остальные все поздувались. Но все остальные работают на британскую монархию, как вот Клим Жуков, Гоблин Пучков. Это агенты. Агенты влияния Британии. Они транслируют британскую идеологию, продолжают транслировать, несмотря на такое количество. Удачно зомбировано, что? Подавление крестьянских бунтов, постоянные порки розгами, вот, как я помню, Егор Яковлев, кажется, рассказывал, или Борис Витальевич Юлин. Когда перед Первой мировой войной очередной призыв вказался на медкомиссии, выяснилось, что 75% крестьян выпороты, то есть у них шрамы-отпорки. Во-первых, он не помнит, кто тот или не тот, не знаю, кто первый мировой, ну да, в принципе, могли отправлять, кого вы отправите на призыв. Вот у тебя есть в деревне там сколько-то людей, которые там нарываются, косяки там пурят, исполняют что-то, и тут возможность призыва. Конечно, всех пор от их туда отправить, да на всякий случай, в деревне хоть спокойно встанет, дебилы агрессивные уйдут на войну. Да что, нормально, могло быть такое. Ой-ой-ой-ой, ребята, вот есть добро и зло, есть честные люди, ну вот я допускаю, что это честно заблуждающиеся клип жуковы гобли, ну идиотизм, люди не могут сосредоточиться, работают на нашего врага, рассеивают, озерно-маразму по вселенной. Гоблин и Клим Жуков про положение крестьян при Николае Втором, русофобии и наследие империи. Ну пожалуйста, вот кроме вот этого нытья ихнего, ну прикрепим ролик Тихона Шевкунова о реальном положении дел. Про порки на спине. Про порки на спине. С вами был Виктор Катющий, канал Научный Трибунал. Держите голову в чистоте. Очень популярные люди, но очень вредоносные. Не верьте, пожалуйста. Всему на слово. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Новость о свершившейся русской революции была самой большой неожиданностью в жизни самого главного нашего революционера Владимира Ильича Ленина. Он жил в это время в Цюрихе. Жил, в общем-то, безбедно. И давно он пребывал там, вдалеке от России, в инмиграции, уже много лет. За месяц до февральских событий он читал лекцию 9 января 1917 года перед социалистической молодежью в Цюрихе. И вот те горькие слова, которые он произнес. Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв грядущей революции, но молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить. А Надежда Константиновна Крупская в своих воспоминаниях отмечает, что Ильич сказал это даже с некоторой печалью. Когда же через месяц грянула та самая революция, февральский переворот, который так не ожидал в своей жизни увидеть своими глазами Владимир Ильич Ленин, то Надежда Константиновна, злаботливая Наденька, добавляет в своих воспоминаниях. Как только мы узнали о событиях в Петрограде, Володя не находил себе места. Бегал, разговаривал сам с собой, строил огромные планы. Это удивление высказывал не только Владимир Ильич. Еще один его соратник Лев Давидович Троцкий. И вот что пишет Троцкий. 23 февраля было международным женским днем. Его предполагалось в социал-демократических кругах отметить в общем порядке собранием, речами, листовками. На коммуне никому и в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Даже как-то оправдывается немножко. Но большевики были не самой крупной оппозиционной и революционной партии, ставившей важнейшей своей целью свержения самодержавия. Намного более крупная партия была партия эсеров, социалистов-революционеров. И вот что пишет ее руководитель Виктор Чернов. Самые квалифицированные силы революционной демократии находились тогда в далекой ссылке или еще в более далеком изгнания. Так что же происходило? Как-то так само собой все. Есть у нас такие замечательные историки, действительно, по-настоящему уважаемые, я не профессиональный историк здесь, я ни в коем случае с ними спорить не хочу, которые говорят, утверждают, что все шло само собой. Вот все само собой происходило. Но не дерзая сам возразить им, все-таки дерзну напомнить слова великого политика и уж точно понимавшего толк в общественных процессах Франклина Долоно Рузвельта. В политике писал он, в политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано. Так кто же все это задумал? И что же это были за загадочные революционеры, которые совершили эту великую революцию, этот грандиозный переворот, сумели разрушить Россию изнутри? О том, кто был реальными творцами революции, о том, кто обеспечивал этот страшный фактор гниения, подточивший русское государство и обрекший Россию на бесчисленные небывалые страдания, рассказывал человек, который прекрасно знал этих людей и прекрасно знал всю ситуацию, сложившуюся тогда в России изнутри. Это был великий князь Александр Михайлович, очень интересный человек. Писал он эти строки, уже находясь в эмиграции в 30-е годы. Тром Романовых пал не под напором предтечь советов или же юношей бомбистов, но под напором носителей аристократических фамилий и придворной знати, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь бы сумел удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян. Полиция справилась бы с террористами, но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры. Революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, то есть аристократии, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в российских университетах. Как надо было поступить с теми великосветскими русскими дамами, которые по целим дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей Долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с ректором Московского университета, который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник революционеров? Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром Третьим из простых чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными историями, дискредитировавшими царскую семью? Что нужно было сделать с профессорами наших университетов, которые провозглашали с высоты своих кафедр, что Петр Великий родился и умер негодяем? Что следовало сделать с нашими газетами, которые встречали ликованиями наши неудачи на японских фронтах? Как надо было поступить с теми членами Государственной Думы, которые с радостными лицами слушали сплетни клеветников, клявшихся, что между царским селом и ставкой Гинденбурга существовал беспроволочный телеграф? Что следовало делать с теми командующими, веренных им царем армии, которые интересовались нарастанием антимонархических стремлений в тылу армии более, чем победами над немцами на фронте? Как надо было поступить теми ветеринарными врачами, которые, собравшись для обсуждения мер борьбы с эпизодиями, внезапно выносили резолюцию, требующую образования радикального кабинета? Описание антиправительственной деятельности русской аристократии и интеллигенции могло бы составить толстый том, который следовало бы посвятить русским иммигрантам, оплакивающим на улицах европейских городов доброе старое время. Но рекорд глупой тенденциозности побила, конечно, наша революционная печать. И далее он пишет о том, из каких средств эта печать финансировалась, и из личных, и привлеченных из государства. Ну, весьма и весьма знакомое явление. Кто же были истинными двигателями переворота? Вот что пишет князь Аболенский, один из лидеров кадетской партии, о событии, происшедшем накануне революции в 16-м году. Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников. Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Представитель Думы Родзянко Гучков, генерал Алексеев были во главе его. Принимали участие в нем и другие лица, такие, как генерал Русский. Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкинен принимал участие в этом движении. Многие совещания происходили у него. А тот же упомянутый его женами. Генерал Эрих Людендорф писал в своих заметках. Царь был свергнут революцией, которую фаворитизировала Антанта. Кто же такой был Бучков? Уже после революции он напишет «Власть при многих своих недостатках была права, а революция при многих своих достоинствах была не права, но было уже поздно». Это был незаурядный человек, один из самых богатейших людей России, промышленник, дуэлиант, бритер, необычайно мужественный человек, воевал на стороне буров в Англо-Бурской войне, он был председателем Третьей Государственной Думы. Был он лично знаком и с императором Николаем Вторым, но потом он стал его личным и одним из самых лютых врагов. По-разному рассказывают эту историю. Один вариант это то, что император в приятельской беседе как-то раз пожаловался ему на сложности непростой порой семейной жизни, о чем, наверное, каждый мужчина может рассказать в беседе очень доверительной. но Гучков сразу разнес это как сплетню по всему Петрограду. Другой вариант грязные сплетни об императрице и Распутине Гучков рассказывал со смехом своему окружению. Больше того, он распространял эти порнографические листовки по Петрограду. Государь, узнав об этом, как дворянин должен был вызвать его на дуэль, но как царь, конечно, не смог этого сделать. Слишком неравные были их позиции. И тогда он попросил военного министра, который должен был встречаться с Гучковым, передать слова государя о том, что Гучков подлец. И с тех пор Гучков люто возненавидел императора и был вот таким двигателем всей подготовки к перевороту. Он работал в основном в армейской среде. Именно он особым образом настроил командующих фронтами и многих военных против императора. Он распространял грязные сплетни. Он настраивал общество в том смысле, что император ни на что не способен. Его правительство бездарно и их надо менять. Другим двигателем февральского переворота и человеком, который настраивал общество крайне негативно, презрительно по отношению и к императорской семье и к руководству страны был Павел Николаевич Милюков. Лидер одной из оппозиционных партий, член Государственной Думы, прекрасный оратор. Именно его речь 1 ноября 1916 года в Государственной Думе стала тем спусковым крючком, который взорвал негодование масс питерских и приблизил революцию. Павел Николаевич Милюков был англоманом. Постоянно ездил в Великобританию, так же, как, впрочем, и большинство нашей элиты, той самой, которая творила революцию. Английское посольство было для них, ну, что называется, домом родным. Именно там они встречали единомышленников, именно там они рассуждали, грезили о будущей свободной и счастливой России, хотя стольких свобод, сколько было в Российской империи того времени не было нигде. Когда началась забастовка на Путиловском заводе, то правительство не предприняло никаких мер. Забастовки в военное время были разрешены. Это нам кажется, сейчас вроде бы абсолютно естественным. А в военное время в других странах это было совершенно не так. Все рабочие военных предприятия были мобилизованы. Они жили по законам военного времени. И ответ на забастовки всегда был очень жестким. хроника же самой революции, как ее называли. А мне представляется, что правильнее сказать, переворот, хроника февральского переворота была такова. 22 февраля император выехал из царского села в Ставку в Могилев. Его вызвал генерал Алексеев, руководитель генерального штаба российской армии. Зачем он его вызвал, было не совсем понятно. Готовилось генеральное наступление, все шло в штатном порядке. Генерал Алексеев только что вернулся из лечебного отпуска. Никакой нужды историки не нашли для того, чтобы вот так спешно вызывать императора из столицы. И многие полагают, что сам вызов императора из Петрограда и был главной целью. В Петрограде тогда назревала существенная проблема нехватка хлеба. Но карточек в целом не было. Продукцией город снабжался. В газете «Коммерсант» 7 февраля 1917 года писалось «Лимонов на рынке совсем нет. В крайне ограниченном количестве имеются на рынке замороженный лимон. Причем цены назначают от 65 до 70 рублей за ящик в 330 штук. Мандаринов на рынке нет. Отсутствуют ананасы». Вот такие проблемы были в начале года в предреволюционном городе Петрограде. Но на самом деле были проблемы и посерьезнее. Вдруг начались перебои с хлебом. Руководитель охранного отделения Голубачев писал 5 февраля 1917 года продовольственной кризис задел все слои столичного общества. У магазинов тянулись длинные очереди. И это при том, повторюсь, что в России к тому времени дополнительно к необходимым запасам существовало 197 миллионов пудов зерновых. что, конечно же, с лихвой обеспечивало потребности России и фронт. Были заносы на железной дороге, но, как правило, эта проблема всегда решалась. А вот тут что-то не получалось. Тут что-то забуксовало. Руководители железнодорожного ведомства вскоре станут министрами и высокими чиновниками временного правительства после переворота. У нас нет прямых доказательств их саботажа, но косвенно все понимают, что ситуация во многом была создана искусственно. Как бы то ни было, 23 февраля раздраженные отсутствием хлеба женщины и дети, которых тоже привлекли к этим событиям, выходят на демонстрацию. Хлеба, хлеба кричат они. Сама демонстрация тоже была весьма забавной. Скорее бы, ее можно было бы назвать прогулкой. Вот что пишет Татьяна Боткина, дочь замечательного доктора Евгения Боткина, который разделил, кстати, с императорской семьей и их заточение и даже самую казнь. Татьяна Боткина пишет, рабочие бастовали, ходили толпами по улицам, ломали трамваи и фонарные столбы, убивали городовых. Причины этих беспорядков никому не были ясны. Пойманных забастовщиков усердно допрашивали, почему они начали всю эту переделку. А мы сами не знаем, были ответы. Нам надавали трешниц и говорят, бей трамваи и городовых. Но мы и били. Сравнительно недавно были открыты архивы французского дипломата Тома. В них донесения резидента французской разведки в тогдашнем революционном Петрограде Малейси. И вот что пишет он своему руководству. В дни революции русские агенты на английской службе пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды. было противостояние между английской и французской разведкой, так же, как было противостояние между интересами Англии и Франции. Франции совсем не нужно было поражение, тем более сокрушительное поражение России в этой войне, потому что тогда Франция оставалась один на один без союзнической России перед мощной и очень жестко действующей Великобритании. Вот что пишет Мориси. Франции нужно всемерно противиться расчленению России, к чему тайно стремится Англия ради своего доминирования. Видным организатором выступил британский посол сэр Джордж Бьюкинин, руководивший всеми заодно с Гучковым. Англия перешла на сторону революции, ее спровоцировал лорд Миллер во время пребывания в Петрограде. Это вполне установленный факт, решительно подталкивая Гучкова к революции, а после его отъезда английский посол превратился, если можно так сказать, в суфлера драмы, ни на минуту не покидая кулис. Еще раз напомню, это донесение капитана французской разведки Малиси от 8 апреля 1917 года архив тома. Вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Рабочие потребовали увеличения зарплаты на 50%. Это при том, что Путиловские рабочие были самыми высокооплачиваемыми специалистами в Петрограде. Начались переговоры между представителями забастовавшего цеха и руководством завода, но вдруг руководство завода увольняет всех путиловских рабочих. 36 тысяч человек, здоровых мужчин, оказываются на улице без средств существования и без брони, освобождающей от фронта. Конечно же, это была особая и абсолютно беспрецедентная акция. Вот что пишет замечательный военный историк эмиграции Антон Кирсновский. Вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Это был военный завод, еще раз подчеркну. Оборонный завод. В демократической Франции завод, работающий на оборону и забастовавший военное время, был бы отцеплен сенегальцами и все защитники поставлены к первой попавшейся стенке. В стране произвола и кнута не сдвинулся с места ни один городовой. А всего лишь за 9 месяцев до этого, в апреле 1917 года, Англия подавила в море крови ирландское восстание Роджера Казимента, разгромив Дублин артиллерии, убив тысячи мужчин и женщин и казнив сотни мятежников. Вслед за Путиловским заводом к забастовке присоединились рабочие других оборонных предприятий. генерал Хабалов, командующий Петроградским военным округом, тут же издал приказ о том, чтобы из военных запасов пополнить нужды в хлебе для петроградских булочных, что было сделано. Но запастовал завод Айваз, тот самый, который занимался выпечкой хлеба для, в первую очередь, петроградских рабочих окраин. Все нарастало как снежный кум. Император не сразу был поставлен в известность о ситуации, сложившейся в столице. Но когда он узнал о происходящем, то дал соответствующее распоряжение о безоговорочном подавлении восстания, которое вскоре стало вооруженным. Дело в том, что в те дни в Петрограде находилось огромное количество солдат из запасных полков. Это были необстрелянные солдатики, только что мобилизованные, еле обученные. И вот их количество все больше и больше увеличивалось в казармах. Их не выпускали никуда. Больше того, они жили попросту в очень сложных, почти нечеловеческих условиях. Казармы были сверх переполнены. К тому же агитаторы постоянно находились в казармах, постоянно настраивали этих несчастных мальчишек в том смысле, что они пушечное мясо. Сейчас их отправят на фронт, они все погибнут неизвестно за что, неизвестно за какие цели, ради каких людей совершенно далеких им. Антимонархические настроения все более и более возрастали. И демонстрации вскоре перешли в восстание вооруженное. Унтер-офицер Волынского полка Тимофей Кирпичников по прозвищу Мордобой вывел своих солдат на демонстрацию, а когда офицер попытался этому воспротивиться, Кирпичников застрелил своего командира. Через несколько месяцев, когда Кирпичников уже после революции бахвалился перед одним из белых генералов своими подвигами и своей защитой демократического строя, он был на месте же расстрелян, когда узнали, что это за человек, начавший военный бунт против своего офицера. Итак, солдаты массово переходят на сторону восставших. Николай II обеспокоенный ситуацией принимает решение выехать из Могилева и прибыть в свою столицу. Он дает поручение своему верному генералу Иванову собрать преданные части, выбор пал на гергиевских кавалеров, и прибыть в столицу для подавления мятежа. У Николая II была тогда еще одна забота, его дети заболели корью, находились они в царском селе, и поэтому он понимал, что и дети, и жена по сути являются заложниками восставших. Императорский поезд мчится из Могилева в Петроград, мобилизованные призывом государя гергиевские кавалеры под руководством генерала Иванова тоже направляются туда же. Казалось бы, все сейчас будет приведено в должный порядок, но из Петрограда вдруг начинают поступать вполне спокойные доклады. Ситуация под контролем, все успокоилось, гергиевских кавалеров присылать не следует и государь, веря своим чиновникам, соглашается с тем, что подразделение генерала Иванова не следует вводить в Петроград. Но все же заменить взбутовавшийся Петроградский гарнизон, особенно тот самый Волынский полк с Тимофеем Кирпичниковым по прозвищу Мордобой конечно было необходимым. И вдруг происходит нечто особенное. Нам передают разговор императора Николая Второго с одним из своих близких людей. Вы представляете, что сделал генерал Гурко? Гурко генерал, заместитель руководителя генерального штаба, которому и было поручение сменить на надежные войска Петроградский гарнизон. Представляете, что сделал Гурко? Он ввел в Петроград матросов. Собеседник государя был в ужасе. Да это же самые разагитированные слои армии. Матросики. Это самое ненадежное, что только может быть. Ну и задам же я этому Гурко, говорит император, все еще не понимая, что везде и в Думе, и среди его родственников, аристократов, великих князей, и в армии, везде царит предательство. Тем временем главный двигатель революции Александр Иванович Гучков не сидит сложа руки. Вместе с руководителем Государственной Думы Родзянко они договариваются о том, что необходимо отстранить императора от власти, добиться его отречения в пользу наследника его сына больного гемофилией Алексея Николаевича, тогда ему было 15 лет, при регенстве великого князя Михаила, брата Николая Второго, шефа дикой дивизии, человека мужественного, но совершенно неискушенного в государственном управлении. И тогда Гучков употребляет все свои силы для того, чтобы привлечь на сторону переворота армию. Он когда-то писал Александр Иванович Гучков, что революция 1905 года не увенчалась успехом именно потому, что армия была не с заговорщиками. Гучков имел доступ к высшему военному руководству, начинает заниматься самой настоящей пропагандой и склоняет генералов к предательству. Руговодители заговора всячески убеждают генералов, что если сейчас не отстранить Николая Второго от власти, то страну ждет крах. И генералы по указанию начальника генерального штаба Алексеева шлют государю один за другим телеграммы, в которых требуют или просят или умоляют Николая Второго отречься от престола и передать власть государственной думе, а монархию своему несовершеннолетнему сыну. Происходит целая история, когда поезд государя гоняют по северо-западу между станцией Дно и Псковом. Это все была спланированная долго о ней рассказывать история. И в конце концов во Пскове императора встречает очень дерзко, непочтительно генерал русский, командующий северо-западным военным округом, представляет ему все телеграммы от командующих фронтов, в том числе и от дяди императора великого князя Николая Николаевича, который на Кавказе командовал фронтом, где все требуют от него отречения. Того же требует Государственная Дума, того же требуют и родственники, хотя бы в лице того же великого князя Николая Николаевича. Часто говорят, да не надо было ему отрекаться, надо было действовать. Ну вот представьте себе, Николай Александрович получает телеграммы от командующих фронтов. Разгар войны. Немцы еще на территории Российской империи. Готовится весенне-летнее наступление, которое должно начаться, ну буквально, скажем так, с некоторой поправкой, со дня на день. Все командующие фронтов. что надо делать главнокомандующему? Арестовать всех командующих и биться за свою власть. А представляете, что это такое? Перед наступлением, перед лицом все еще очень сильной немецкой армии обезглавить армию свою и начать битву за власть в войсках, в столице и в других городах, которые вполне возможно присоединяться к восставшему Петрограду. На это император всероссийский Николай II пойти не мог. Он не мог арестовать все высшее командование русской армии, а значит обрушить фронт. Он не мог начать гражданскую войну в разгар войны с могущественным противником. И он пишет нет той жертвы, которую бы я не принес для России. Тот самый Гучков, который лично ненавидел Николая II, пребывает с монархистом Шульгиным, пребывает в Псков и там в царском вагоне император Николай II отрекается от престола в пользу своего сына цесаревича Алексея при регенстве великого князя Михаила. Генерал Русский тот самый жестокий бесчеловечный дерзкий человек, который всячески унижал своего императора Николая Александровича во время этих переговоров напишет в своем дневнике, вырвав из рук императора Николая бывшего уже императора его отречения. Многие великие глупости, а порой и страшные преступления совершаются с внутренним восторгом, гордостью, а порой и с патетикой. Так было и с несчастным русским. Передав Родзянко проект манифеста об отречении, он написал в своем дневнике. Сегодня я сделал все, что подсказывало мне сердце и что мог для того, чтобы найти выход для обеспечения спокойствия теперь и в будущем. Вот такой образец мудрости и верности России. Очень быстро и русские, и все остальные поняли, какие они невероятные глупцы. Генерала русского, убежденного в том, что он сделал все для спокойствия и безопасности России, очень скоро в 1918 году возьмут в заложники и большевик кавказец Аторбеков просто прирежет его в Пятигорске. Запись в дневнике в этот же день сделал и государь Николай Александрович Романов. Он написал кругом измена и трусость и обман. Мог ли он что-либо сделать? Да, мог. Начать войну против своего собственного народа. Разорить фронт, обеспечить прорыв немцев на российскую территорию. А задержанные полиции рядовые Волынского полка, вышедшие на демонстрации и присоединившиеся к восставшим, говорили о том, что им всучали по 30 рублей. 30 рублей огромная сумма. Только за один день их участия в революционных событиях. То, что творилось в обевзумевшем Петрограде, город еще никогда не видел. Вот, как описывает полковник Винберг те дни. Солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая злочастных городовых и околоточных. Выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невинной крови. И не было издевательств и глумлений, оскорблений и истязаний, которые не испробовали бы подлые звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям петербургское население в массе своей деятельно помогало. Мальчишки, женщины, остервенелые мегеры, разные буржуазного вида, молодые люди. Те зверства, которые совершались в взбунтовавшейся Чернию в февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевым офицерам не поддаются описанию. Их раздирали на части, некоторых распинали у стен и зарубали их же шашками. Наш великий, замечательный, светлый художник Борис Михайлович Кустодиев, который прославился удивительными картинами о жизни России, полной радости, света, счастья. Писал он, кстати, сказать, будучи парализованным. Лежал на спине, пользовался красками, писал по памяти, а полотно над ним, над его головой перемещали его близкие. Так вот, Кустодиев написал совершенно иную картину. Это картина вступления, посвященная революционным событиям 1905 года. Картина эта совсем иная, совсем не похожая на все его творчество, но очень и очень знаменательная. это фотография, документальная фотография того, что есть революция. как я уже говорил, правительство Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки еще до отречения Николая Второго признали Думу высшим органом власти в России. Государь, конечно, был просто на время сломлен. Он понимал всю ситуацию. Он знал о заговоре своих родственников, о том, что творилось в Думе оппозиционной. Он знал очень о многом, но он глубоко был убежден в верности своей армии. Ведь с 1915 года он был вместе со всеми этими генералами. Все они сделали свои военные карьеры благодаря именно ему. Он 20 года был императором. Именно он их продвигал. Именно он от всей души помогал им. И тут вот такое предательство. именно это страшно повлияло на государя. Но честь русского генералитета все-таки была спасена. Ее спасли двое. Два генерала, которые прислали императору, не будучи командующими фронтами, по статусу они были значительно ниже, но все-таки прислали свои телеграммы с уверением своей верности и готовностью сражаться вместе с ним. В честь русского генералитета спас татарин генерал Гусейн Ханна Хичеванский и обрусевший немец генерал Федор Келлер. Да и наши генералы очень быстро поняли, что они натворили. Уже практически на следующий день генерал Алексеев, который собственно и посылал телеграммы с призывом написать императору об отречении от престола своим подчиненным военно-начальникам, генерал Алексеев уже на следующий день произнес «Никогда не прощу себе, что мы натворили». Но расплачиваться за эту глупость пришлось не только им. Большинство из них были в ближайшие годы либо зверски казнены, либо умерли от болезни, но расплачиваться пришлось далеко не только им. Очень горько читать эти строки, но в связи со всем происшедшим с русской армией Троцкий впоследствии очень злорадно, но к несчастью справедливо писал, среди командного состава не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль революции, в твердом расчете найти там уютные каюты. Генералы и адмиралы снимали царские вензеля и надевали красные банты. Каждый спасался как мог. И это тоже страшный пример того безумия, которое охватило то самое прогрессивное, рукопожатное, светлое русское общество. цель передового, рукопожатного, ведущего Россию к безоблачному счастью прогрессивного общества была достигнута. И, конечно же, победа сопровождалась небывалыми восторгами. Они были просто беспрецедентны и иногда даже попросту неприличны. Но продолжались они достаточно долго и охватывали все больше и больше количество людей. Александр Федорович Керенский говорит, товарищи граждане, нечасто такие чудеса, как революция, которая из рабов делает свободных людей. Вы самая свободная армия в мире. А о нем алверды вторят славный, мудрый, честный вождь свободного народа. Его личный секретарь и поэт Каннегисер высказался стихами. «Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне». Мы не знаем, о чем Леонид Якинович Каннегисер действительно думал в предсмертном и радостном сне, потому что он был расстрелян большевиками. 30 августа 1918 года он застрелил руководителя Петроградского чека Моисея Урицкого. это спровоцировало красный террор, захват заложников, массовые расстрелы. Каннегисер был арестован и затем казнен. Но вот такие восторги были в обществе того времени. Эти дни все-таки следовало пережить. Это лучшие дни огромной страны. Лучших или даже таких же она не знала и никогда не узнает. Писал, выражая общее ликование и энтузиазм, известный публицист Михаил Андреевич Оссоргин. К сожалению, и Российская Православная Церковь во многих своих представителях, в первую очередь представителях хипископата не всех счастья, но многие приветствовали февральский переворот. Вот что пишет замечательный иерарх, новгородский архиепископ Арсений Стадницкий. Он потом претерпел изгнание и всяческие беды, но вот тогда, в те февральские дни, он писал, 200 лет Православная Церковь пребывала в рабстве, теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Так чувствуем в настоящий момент мы, когда революция дала нам свободу. Здесь даже не нужно и комментировать для каждого хоть немного знающего историю нашей страны. Многие задают вопрос, а как же вообще могло произойти, что в православной стране православный народ совершил вот такое? И февральский переворот, и терроризм, о котором мы говорили, и все то, что последовало после переворота октября 1917 года во время большевистской власти. Вы знаете, о том, что произойдет, многократно предсказывали наши святые в абсолютно благополучные, даже далекие еще от революционных событий года. Вот что оставил после себя в летописях скрупулезно и с любовью записанных православными людьми и опубликованных задолго до революции преподобный Серафим Саровский. Он отошел ко Господу в 1833 году. «Через сто лет после моей смерти земля русская обогрится реками кровей, и много дворян побиено будет за великого государя и целость самодержавия его, но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земли русской, потому что в ни одной преимущественно сохранилось еще православие и остатки благочестия христианского». «Мне убогому Серафиму Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица оступят от чистоты, и за это Господь тяжко их накажет». Святитель Игнатий Бринчанинов, замечательный русский подвижник, скончавшийся в середине девятнадцатого века пишет «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры заимствуются из стихии мира враждебного Церкви и скорее ускорят ее падение, нежели остановят. Опять скажу «Буде воля Божия, что посеяли, то и пожнут». Его единомышленник, святитель Феофан Затворник, образованнейший человек своего времени, пишет также еще в девятнадцатом веке «Если не опомнимся, Господь пошлет на нас иноземных учителей, чтобы привели нас в чувства». Выходит, что и мы на пути революции это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, что Бог поругаем не бывает. И подвижник, который жил позже их, святой праведный Иоанн Кронштадтский, скончавшийся в 1908 году, царствие русское колеблется, шатается близко к падению. Уже близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца, и прольется много крови на русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России. Изгнанники вернутся в свои родные края, но не так скоро. своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронены. Государство, отступившее от церкви, погибнет, как погибла Византия. Народ, отошедший от чистоты православия, будет отдан в рабство нечестивым, как это случилось с тем же византийским царством. До неба, вознесенное за свое православие и верность церкви, то есть Христу, она до ада не извергнется. Об этом писал священно-мученик Иоанн Восторгов, один из священников, ставший одной из первых жертв революционного террора. Он был расстрелян в 1918 году. Писал он эти строки, конечно, еще задолго до революции. Ну и последняя цитата. Она хотя бы давала людям надежду. Эти слова произнес старец Аристоклий Афонский, скончавшийся уже в очень-очень преклонном возрасте в 1918 году и лишь покасательный, заставший все эти революционные события. Он был очень болен. Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. Вся Россия сделается тюрьмой. И надо будет умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. и когда малейшее на чаши добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией. Это перевешивание добра над злом пришлось нашему народу ждать долго. А что касается отношения церкви к перевороту, то да, многие его поддержали, многие иерархи, священники, хотя были и удивительные, принципиальные, мудрые люди, которые сразу поняли, что происходит и жестко обличали совершившиеся. Конечно же, и их, и те, кто вскоре одумался и тоже стал говорить правду, постигла участь мучеников. А в сами революционные дни, когда правительство обратилось в Синод с просьбой, чтобы иерархи выступили перед восставшими рабочими, перед солдатами, которые тоже были, крестьяне, в основном, закончившие, конечно, церковно-приходские школы, с увещанием их прекратить этот ужас, то Священный Синод отказался. И когда второй раз уже оберпрокурор Святейшего Синода Раев обратился непосредственно к Синоду Русской Православной Церкви. И снова последовал отказ. Это была одна из самых постыдных страниц жизни Русской Православной Церкви. Россия тогда не была той православной страной, какой она Богом призвана было быть. Подтвердили это иерархия, подтвердила это и часть народа. Мы знаем о мучениках, мы знаем об удивительных исповедниках веры, но мы знаем и другое. Весной 1917 года, уже после революционных событий, в демократической России отмечали праздник Святой Пасхи. До этого в армии было обязательным причащение нижних чинов, солдат и офицерства на праздник Пасхи. Везде были военные священники, везде были полевые храмы. Так вот, в отличие от Пасхи 1916 года, когда 100% причастились и солдаты, и офицеры православные, естественно, в 1917 году, на фронте, когда вокруг и пули, и снаряды, и смерть причастились только 10% от православных людей, воюющих в Первую мировую войну. Временное правительство во главе с лучшими людьми страны, а во главе этих лучших людей стоял самый лучший князь Львов, тянулись управлять страной. Но вдруг выяснилось, что управлять такой страной, как Россия, очень непросто. Антон Керсновский, замечательный русский историк, живший в эмиграции, писал, Великой страной взялись управлять люди, до той поры не имевшие никакого понятия об устройстве государственного механизма. Пассажиры взялись управлять паровозом по самому учителю и начали с того, что уничтожили все тормоза. Знаменитый приказ номер один, разрушивший дисциплину в воюющей армии, передавший решение всех важнейших вопросов от генералов и офицеров, кадровых военных к советам солдатских депутатов. Фронт был разрушен. Этот приказ вначале издали советы депутатов трудящихся, а затем его подхватило и временное правительство. Особые усилия здесь проявил Александр Федорович Керенский. 5 марта принимается не менее поразительное решение. Одним розчерком пера Временное правительство упразднило всю русскую администрацию. Были отрешены от должностей губернаторы и вице-губернаторы. Вся вертикаль власти рухнула. Князь Львов, глава Временного правительства, начертал. А назначать никого не будем, на местах выберут. Такие вопросы должны решаться не из центра, а самим населением. Будущее принадлежит народу, выявшему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни. Страна разрушалась на глазах. Следующим перлам Временного правительства в стране, где рухнула военная дисциплина, шестимиллионная русская армия с фронта, ну пусть не все, но значимая их часть рванулись назад в Россию, к домам стали дезертирами эти вооруженные люди. В этой стране упраздняется полиция, жандармерия, уголовный суд. Страна погружается в хаос бандитизма. Кровавая революционная масса вот чем стала Российская империя. Но это было еще не все. Надо было вернуть из заточения всех узников кровавого царского режима. И из тюрем, из ссылок выпорхнули птенцы Керенского, так их называли, уголовники и террористы. Именно из них в том числе стали набирать новую народную милицию. В то же время, фактически отменив дисциплину в армии, Временное правительство провозгласило войну до победного конца. таким образом новому правительству, столь долгожданному нашим прогрессивным обществом буквально в считанные месяцы удалось обострить до предела все существующие противоречия в стране. Разрушить государственный аппарат, полицию, армию, разведку и развалить экономику. Естественно, на страну как лавина обрушился сепаратизм. Я уж не говорю о том, что стали отделяться Польша, Финляндия, стали отделяться прибалтийские регионы, но эти же процессы начались в Сибири, в Закавказье, на Украине. Если вспомнить, сколько самостоятельных правительств было на территории России уже в 18-м году, то мы не ошибемся, если назовем несколько десятков. Несколько десятков. Россия, по сути, перестала существовать. Немцы наступали, фронт приблизился к Петрограду, «Петрограду» и «Петрограду» только тогда наши великие и прекрасные созидатели нового общества, прогрессивные деятели, надежда и упование всего просвещенного российского общества, поняли, что они натворили. Почему же заговорщики так торопились? Вот признание Павла Николаевича Милюкова из его письма к соратнику по партии Иосифу Ревенко. Это письмо он написал уже зимой в январе 18-го года, когда понял, в чем он участвовал. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или в начале мая наша армия должна была перейти в наступление. Результаты Коева сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Никакая революция после наступления весенне-летнего была невозможна. Об этом же говорил и государь-император Николай II в беседе с близкими ему людьми, с губернатором Могилева-Пильцем и председателем госсовета Иваном Григорьевичем Щегловитовым. Но вопрос, почему он не пресекает действия заговорщиков, которые, в общем-то, были очевидны для многих. Государь объяснил, что во время войны закрывать Государственную Думу, прибегать к резким движениям не стоило бы. Это вызвало бы еще больше революционное волнение. Но после начала весенне-летнего наступления, после побед, неизбежных побед русского оружия, после того, как русская армия займет в ближайшее время Вену, Берлин, Константинополь, вот тогда, вернувшись с победой, можно было бы и общественную жизнь привести в порядок. К сожалению, император Николай Александрович просто не успел этого сделать. А самое главное, он никак представить себе не мог, будучи абсолютно порядочным человеком и предполагая такую же порядочность в своих соратниках, что генералы попросту его предадут. Уже вскоре, после революционных событий, когда ничего уже невозможно было сделать, страна разваливалась на глазах, и творцы переворота понимали, что это в первую очередь их рук дело, вместо восторгов последовало глубокое, но бесплодное и позднее раскаяние. Вот что пишет Павел Николаевич Милюков. История проклянет вождей наших так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызовших бурю. Спасение России в возвращении к монархии, но признать этого мы просто не можем. вот тот стержень, на котором держалась Россия, его уже не восстановишь. Признание это есть крах дела всей нашей жизни, крах всего нашего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Кадет Василий Маклаков, тоже деятельный участник февральских событий, пишет. Во время нашей революции все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять. Алексей Романович Эверт, один из командующих Западного фронта, после того, как совершался на его глазах весь этот ужас, говорил, а все-таки, чем не оправдываясь, мы, главнокомандующие, написавшие письма императору с требованием отречения, мы изменники присяги и предатели своего государя. О, если бы я только мог предвидеть несостоятельность временного правительства и Брест-Литовский договор, я никогда бы не обратился к государю с просьбой об отречении. Нас всех ожидает та же участь и по делу. Он провидел свою смерть, которая последовала в самое ближайшее время. Вообще, военные, когда начинают заниматься не своим делом, политикой, впрочем, так же, как и священники, в данном случае я, прошу прощения, политикой не занимаюсь. Я просто пересказываю с тревогой, пересказываю события истории. А вот когда и наш брат священник, и военные начинают вмешиваться в политику, ничьим хорошим это не заканчивается. Так же, как не мог простить себе соделанного им и генерал Алексеев, начальник генерального штаба, тот самый, который вместе с Гучковым и Родзянко требовал от командующих фронтов писем государю об отречении. Вот, когда говорят о том, что в царской России не было социальных лифтов, вот, лучше всего вспомнить судьбу генерала Алексеева, начальник генерального штаба, сын крестьянина и внук крепостного. Так же, как и все другие командующие генералы, именно Николаем Вторым был выпистолан и поднят на высоту командования. Генерал Алексеев пишет, никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, послушался их и послал телеграмму главнокомандующим по вопросу об отречении государя от престола. Он написал об этом через несколько дней после отречения Николая Второго. Сразу все сообразил, сразу все понял, но тоже поздно. Раскаялся и Александр Иванович Кучков, тот самый главный двигатель заговора. Ненавидящий царя. Власть при многих своих недостатках была права, а революция при многих своих достоинствах была не права. Пуришкевич, монархист, который развозил по фронтам, будучи членом Государственной Думы, Пасквили, о государе и императрице, который развозил знаменитую речь Павла Николаевича Милюкова, которую он произнес в Думе 1 ноября 1916 года. Глупость или измена, где Милюков впрямую обвинял императрицу и приближенных Николая Второго в государственной измене и работе в интересах вражеской армии. Так вот, этот монархист разразился даже, не буду иронизировать, не буду, потому что они действительно несчастные люди, совершившие кошмарные совершенно ошибки. Так вот, он написал даже стихотворение. «Русское имя покрылось позором, царство растерзано адским раздором, кровью залита наша страна, Боже наш, в том есть и наша вина, каемся мы в эти страшные дни, Боже, царя нам верни». Как же, поздно? Помните, такая современная песня есть, замечательная? «А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя». Вот это как раз про это. Но, быть может, самое яркое раскаяние и самое яркое свидетельство произнес Александр Федорович Керенский. В 1961 году, будучи уже в эмиграции, конечно же, в Америке, он давал интервью одному из крупнейших американских изданий. И журналист спросил у Александра Федоровича, можно ли было избежать победы большевиков в 1917 году? «Можно», отвечал Александр Федорович, «для этого надо было расстрелять всего одного человека». «Ленина?» спросил журналист. «Нет, Керенского», ответил Керенский. «Зачем же эти сыны России, эти истинные революционеры, не те революционеры-неудачники, как бы Ленин, Чернов, СССР, Троцкий, которые и не подозревали о революции, а те, которые по-настоящему сделали революцию, зачем же они это делали? Они, во всяком случае, сами говорили о том, что делали это только в интересах России. И я им верю, почти. Я им верю, потому что они готовы были жизнь отдать за Россию, за те идеалы, к которым они стремились, за свободу народа, так, как они это понимали, за будущее России, так, как это строилось в их несчастных головах. И, желая всякого блага своему отечеству и своему народу, они передали власть Владимиру Ильичу Ленину, который по отношению к России сказал просто и незамысловато, дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать. Это его слова, сказанные Владимиром Ильичом, старому большевику Георгию Соломону. Пару лет назад в стенах Московского Сретенского монастыря проходила небольшая конференция, посвященная февральским событиям. На ней присутствовали настоящие ученые, в отличие от меня. Это не какое-то смиренничание, я действительно не историк. Настоящие ученые разных направлений, некоторые из них считали, что лишь случай, трагическая случайность не позволила членам Временного правительства довести дело до конца и создать в России настоящее демократическое государство. но это все сослагательное наклонение, если бы да кабы. Я спросил у них, скажите, пожалуйста, ну вот Родзянка, Гучков, Милюков, вот чего они по-настоящему хотели, к чему они стремились, почему они пошли на такой страшный риск, даже не по отношению к себе, по отношению к России. И один из очень мудрых историков, подумав, сказал, да порулить они все хотели, порулить. И все остальные вдруг неожиданно и недодушно с ними согласились. И князь Львов, и Керенский, и Милюков, и Родзянка все мнили себя руководителями государства. Тем более мнил себя таковым и Гучков, человек богатый, которому не оставалось в перспективах, но в общем-то ничего, кроме как следующий этап управления страной. А наши военные, так быстро осознавшие свои ошибки, как генерал Алексей, как буквально через два дня каялся в содеянном. Генералы хотели стать победителями, ведь если бы действительно началось весенне-летнее наступление, завершилось бы оно в Берлине и Вене, в Стамбуле, то триумфатором стал бы Николай второе. Этот непрофессиональный военный, этот в общем-то по общему мнению ничтожный, мало на что способный человек, хороший семьянин, о нем говорили, шофер, как говорили тогда, который плохо управляет автомобилем. А вот здесь конечно бы весь триумф достался профессиональным военным бы. вот пролить хотели, это сказал не я, это сказали историки, намного более глубоко изучавшие и события, о которых мы сегодня говорим, и тех персонажей, о которых мы сегодня вспоминаем. Англичане, надо сказать, тоже были потрясены тем, что произошло. Конечно же, они хотели ослабить Россию, хотели, чтобы Россия по окончании Великой войны не получила бы того, на что она претендовала. Не Черное море, не проливы Босфора и Дарданелла, не гигантскую совершенно на контрибуцию. Задача Запада была ослабить и Германию, и Россию, своих, естественно, конкурентов. Ничего личного, только бизнес. Но когда Россия вышла из войны, когда рухнула армия, рухнул Восточный фронт, то тогда англичане по-настоящему оценили нашу безбрежную дурь, на которую мы иногда способны. Они этого не хотели. Они хотели подчиненную Россию. Но мы подчиняться не захотели. И вот через эту нашу безбрежную дурь сначала подчинились интересам германского командования, разорив Восточный фронт, а потом и с ними разобрались. Ни о каком Брестском мире большевики в дальнейшем и не помешляли. Впрочем, наши западные партнеры не остановились. У немцев был свой интерес, и их интерес представляли большевики, согласившиеся на Брестский мир, выход из войны, и на то, чтобы отдать Германии огромные территории своего отечества. Западные наши союзники по Антанте были в ужасе. Сколько сил они приложили для того, чтобы привести свое буржуазное правительство, таких мальчишей, плохишей, к власти, чтобы они отстаивали интересы в том числе и Британии, западных союзников. Все-таки даже и наши аристократы-революционеры тоже оставались русскими людьми. Например, когда Милюков Павел Николаевич понял, что англичане не собираются отдавать нам Босфор и Дарданеллы, он возмутился. Он требовал, чтобы все позиции договора Сайкса-Пико были бы исполнены. Но его быстренько отправили в отставку из Временного правительства. Он перестал быть министром иностранных дел, а пресса осмеяла его, назвав его Милюков-Дарданельский. А Россия опустилась в окаянные дни. Сложно говорить о том, что происходило. Большинство из нас об этом знают. Эти страшные послереволюционные события. Но давайте вспомним стихи великого нашего поэта, по-настоящему великого Максимилиана Волошина. Еще, еще, и все казалось мало. Тогда раздался новый клич «Долой войну племен и армии, и фронты! Да здравствует гражданская война!» И армии, смешав ряды, в восторге с врагами целовались и потом кидались на своих, рубили, били, расстреливали, вешали, пытали, сдирали скальпы, резали ремни, сквернили церкви, жгли дворцы, взрывали пути, мосты, заводы, города, уничтожали склады и запасы, ломали плуги, угоняли скот, гнояли хлеб, опустошали села, питались человечиной, детей засаливали впрок. Это всего лишь поэтический образ того, что происходило в России и автором чего была столь долгожданная нашим прогрессивным обществом революция. Почему же все это могло случиться с русским обществом, просвещенным, уже без всякой иронии, просвещенным, совестливым, тоже без всякой иронии, искренним русским обществом? Почему русскообразованное общество смогло допустить, что из него сделали взрывное устройство для разрушения собственной страны? его превратили в оружие массового поражения для России? Здесь снова давайте вернемся к коротким, но очень емким свидетельствам современников. Один из этих свидетелей француз, Марис Палеолог, посол Французской Республики в тогдашнем предреволюционном и революционном Петрограде. Ни один народ, записал он в своем дневнике, не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский. Еще раз, возможно, это стоит не только запомнить, но и хорошенько обдумать. Ни один народ не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский. Каким же внушением поддавался русский народ? Семен Франк в эмиграции писал, религией русского общества стала революция. Ей бредили, о ней мечтали, не хотели слушать ничего, не хотели смотреть на очевидность, не хотели даже задуматься над тем, что невозможно сразу и все сделать хорошо, а тем более прекрасно. Преподобный Амвросий Оптинский сказал как-то, чтобы не ошибаться, не должно торопиться. Это и духовный закон в том числе, но Россия тогда торопилась, Россия тогда не терпелась. Когда мы говорим об этой нетерпеливости, поневоле вспоминаются слова Петра Катича Столыпина, пророческие слова, сказанные им в 1910 году в Государственной Думе. Столыпин предупредил, если бы нашелся безумец, который в настоящее время одним взмахом пера осуществил бы политические свободы в России, то завтра же в Петербурге заседал бы Совет рабочих депутатов, который через полгода своего существования вверг бы Россию в гиенну огненную. Хотя к 17 году уже все возможные свободы, какие только можно было бы придумать, в России существовали. Но прогрессивное общество кричало тирания, деспотия, свободы нет. Враждебность к власти, конечно же, далеко не ангельской и не идеальной, совершавшей множество ошибок. Никто это отрицать не может. но сама принципиальная враждебность доходила до абсурда. Вот что пишет великий князь Александр Михайлович. Личные качества человека не ставились ни во что, если бы он устно или печатно не выражал свои враждебности существующему строю. Обученым же или писателе, артисте или музыканте, художнике или инженере судили не по их добровидовости, а по степени их радикальных убеждений. Николай II потерпел сокрушительнейшее поражение в области взаимоотношений правительства, государства и общества. Он потерпел беспрецедентное поражение в противостоянии со средствами массовой информации. Русское прогрессивное общество самозабвенное, несмотря ни на что, не слушая никаких аргументов, ковало свое великое, счастливое квази-государство будущего. Элите нужно было слабое государство, чтобы полностью управлять им. Иван Лукьянович Солоневич замечательный наш русский публицист, закончивший жизнь в эмиграции в зарубежье, сказал «Россию погубила сплетня». И вот эта легковерность, эта сплетня, которая шла и изнутри, и извне, стала беспроигрышным оружием в борьбе с Россией. в первую очередь во время войны сплетни касались темных сил. Так называли императрицу Александру Федоровну, ее дочерей, близких подруг, такую, как Вырубову, естественно, Распутина, министров, премьер-министров, преданных императору людей, да и самого императора. Когда Павел Николаевич Милюков вышел на трибуну Государственной Думы, размахивая стопкой газет, а это были немецкие газеты, он только что вернулся из заграничной поездки и провозгласил глупость или измена, имея в виду действия правительства и самых близких к императору людей, их он обвинил в работе. на врага, на Германию эту сплетню подхватили очень многие и в армии, и в правительстве, и среди чиновников, и среди интеллигенции уже много лет раскручивалась, как сейчас бы сказали, тема немки-предательницы Александра Федоровны, немецкой когда-то принцессы, вышедшей замуж за русского наследника, будущего императора Николая Второго. А во время войны это обрело уже совершенно страшные черты. Утверждалось, что из царского села, из резиденции Николая Второго и его семьи прямой телеграф шел в ставку Вильгельма и Александра Федоровна выпытывала у своего мужа все секреты и все планы армии и правительства и обо всем докладывала своим немецким родственникам. Уверяли, что именно она была виновницей дефицита, к примеру, сахара, хотя сахар ограничили в продажах, чтобы пресечь самогоноварение. В России в то время был сухой закон. А уж что рассказывали про Распутина, эти истории вызывали только одно омерзение. Презрительное омерзение к всему царскому дому, к царице, ко всем, кто был рядом. Эти сплетни были просто порнографическими. Императрицу обвиняли в любовных связях с грязным мужиком, как писали о Распутине Григория Ефимовича. Обвиняли в том, что она отдала ему в наложницы Александра Федоровна своих дочерей. обвиняли в том, что Распутин сам ставит министров, руководителей в армии. Вскоре после революции руководители Временного правительства решили готовить суд и над Николаем Вторым, и над царицей, и над всеми темными силами. И именно для этого было создано первое ЧК. Не то ЧК, второе, которое было создано после победы большевиков и которое возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский, а первое чрезвычайное следственное комиссия ЧСК, задачей которого было документальное разоблачение рухнувшего царского режима. Очень многие известные люди были этими первыми чекистами. В том числе и граф Альденбург, оставивший свои воспоминания, в том числе и замечательный наш поэт Александр Блок, который был одним из редакторов документов готовившихся этой организации ЧСК. Было проведено самое пристрастное следствие, которое было призвано доказать влияние Александра Федоровна и темных сил на политику царского правительства. Были найдены 17 писем, в которых Александра Федоровна обращалась к своему мужу с теми или иными политическими просьбами. Но ни одну из этих просьб император Николай Александрович не исполнил. А скажу по-честному, лучше бы он исполнял. Лучше бы он был подкаблучником в том смысле, как иногда называли его его недруги. Александра Федоровна была мудрая женщина, немка по крови, с системными, очень редкими для русского человека прагматическими качествами, воспитанница английской королевы с прекрасным образованием. И что самое главное, русская и православная по духу, она сердцем чувствовала очень и очень многое, что необходимо было бы сделать. И накануне революции, когда еще что-то можно было изменить, она писала своему мужу арестуй Гучкова, на время распусти революционную думу, сейчас все рухнет. революция. Но Николай Александрович решал по-другому. Конечно же, одной из самых пререкаемых фигур был Григорий Ефимович Распутин. Мы не можем сейчас высказывать свой суд ни о ком, в том числе и об этом человеке. есть такие закадочные фигуры в нашей истории, что узнать о них полностью мы сможем только на страшном суде Божьем, когда откроется все. Конечно же, он не был таким монстром, как описывала его сплетня и российская тогдашняя пресса. Если кто захочет узнать подробности, причем подробности высшей степени объективные, пожалуйста, почитайте книгу замечательного нашего писателя, ректора Московского литературного института Алексея Варламова. Книга так называется «Распутин». Так вот, человек этот был действительно неординарный, имевший возможности, молитвенные возможности исцелять неисцелимого больного царевича Алексея, страдавшего гемофилией, конечно же, был близок к царскому двору. Но общество с восторгом принимало все сплетни, дискредитирующие царский дом и правительство. Вот еще одно воспоминание. «Утром ко мне влетела госпожа Дорфельден со словами «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что императрица спаивает государя, и все этому верят». Подобное свидетельство можно было бы умножать до бесконечности. А результат действительно доверие к императору, к его правительству, не такому правительству, как временное, которое показало свои способности очень быстро, а действительно несущему и крест, и тягость реальных дел. Так вот, к этому правительству доверие было утрачено. У меня есть друг Зураб Михайлович Чевчевадзе, он князь. Действительно, потомственный князь, хотя человек очень-очень скромный. Я имел счастье знать его маму, Марью Львовну Чевчевадзе. Накануне революции она была еще подростком и с семьей жила в Царском селе. То есть в том месте, где были дома высшей русской аристократии. Так вот, она рассказала мне уже в возрасте пожилая Марья Львовна Чевчевадзе о том, что однажды к ней пришла соседка, какая-то великосветская дама, и в разговоре за чаем, это был год 16-й, сказала, но когда же эти мерзавцы освободят нас от своего присутствия? кого вы имеете в виду? спросила мать Маши Чевчевадзе. Эта дама сказала, ну эти, Романова. И тогда хозяйка дома встала и произнесла, я попросил обо вас выйти и больше не посещать мой дом. Чевчевадзе были настоящими монархистами и не слушали по заповеди Божьей, не слушали ни клевету не сплетен. Так вот, они оказались изгоями в царском селе. Им объявили бойкот и с ними перестали общаться. Их и великосветские и интеллигентные друзья. А что же правительство? Оно во время войны не было таким сильным, как, скажем, правительство времен премьер-министра Виты или, тем более, времен премьер-министра Столыпина. Оно возглавлялось, в общем-то, не слишком выдающимися людьми, но они тянули свою лямку. Они вели Россию к победе. Они делали все, чтобы обеспечить Россию максимально и продовольствием, и всем тем, что необходимо было народу. Но наладить диалог с обществом, тем более каким-то образом это общество не то, что перевести на свою сторону, но хотя бы быть услышанными, они так и не смогли. Не смогли они и предотвратить переворот и революционное волнение. Председатель Государственного Совета Российской Империи Иван Григорьевич Щегловитов сказал, паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя борются с эпилептиками революции. Это был приговор. Хотя на самом деле весь переворот и вся эта революция держались на соплях. Весь переворот произошел абсолютно неожиданно. Как и Розанов писал, Россия слиняла в 2-3 дня. Если бы да кабы, если бы дети императора не болели корью, и он все время бы не думал об этом, если бы он не послушался генерала Алексеева и не оставил бы столицу, если бы георгиевские кавалеры во главе с Ивановым все-таки вошли бы в Петроград, генерал-лейтенант Дмитрий Филантьев, профессор Николаевской военной академии, написал, что подавить бунт столичного гарнизона легко можно было с помощью одной кавалерийской дивизии. Однако подобного генерала не нашлось. А с другой стороны февралист, очень неприятный человек, скажем, аккуратно, некий Мстиславский признавался позднее. Можно сказать с уверенностью, если бы в ночь с 27 на 28 противник мог бы подойти к Таврическому дворцу, где заседала Государственная Дума, даже незначительными, но сохранившими строй и дисциплину силами, он взял бы Таврический дворец, защищаться нам было нечем. Правительство, однако, не смогло этого сделать, оно было дезорганизовано. Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то даже нехотя боролись с эпилептиками революции. Вот так у нас время от времени происходит. Когда мы изучаем события февраля 17-го года и последующие за ними события не оставляют мысль, а как же вообще люди в здравом уме и твердой памяти могли такое натворить? Здоровый человек не может издать приказ номер один или ликвидировать департамент полиции в полном составе, в полном составе и быть еще от этого в восторге и объявить, что отныне профессиональная полиция должна состоять из непрофессиональных и в основном интеллигентных людей именно так декларировали во временном правительстве, которые будут призваны охранять в революционной России правопорядок, причем на безвозмездной общественной основе. Как можно представить было себе, чтобы министром внутренних дел временного правительства поставить министра почт и телеграфов. А именно так было в 1917 году. Все это кажется абсолютно необъяснимым, можно продолжать. Разрушительное самоубийственное поведение российского прогрессивного общества и в феврале 1917 года, и в годы подготовки переворота, и вплоть до октябрьского захвата власти большевиками можно сравнить разве что с поведением людей, хотя и взрослых, но каким-то парадоксальным образом так и не преодолевших уровень сознания девиантных подростков. Уровень тотального подросткового негативизма со всеми исходящими от этого трагическими последствиями. И вот вы знаете, я когда готовился к работе над этой темой, я пролистал труды психиатров того времени Бехтерева, Ганнушкина, Рассалима. Что видят они, наблюдая за событиями, о которых мы сегодня вспоминаем? В области их специальности есть такое понятие массовый индуцированный психоз. Вот что пишет основоположник отечественной подпсихологии Владимир Михайлович Бехтерев. Мы знаем психические эпидемии, выражающиеся активными явлениями и сопровождающиеся очевидным психическим возбуждением. Такие эпидемии, эпидемии под влиянием соответствующих условий иногда охватывают значительную часть населения и нередко приводят к событиям, чреватым огромными последствиями. То же происходит и во время революции. Он пишет это сила, страшная разрушительная психическая сила, психическая эпидемия лежит в основе обаятельного увлечения, значительная доля которого должна быть приписана взаимовнушению и психической заразе. Ему вторит известный русский психиатр Виктор Хрисанович Кандинский, который изучал в первую очередь революционное движение предыдущей 1905 года. Болезни, поражающие сразу множество людей, называются эпидемическими болезнями. Не одни только телесные болезни способны к эпидемическому распространению. Болезни души, психические расстройства также нередко принимают эпидемиологический характер. Наш знаменитый ученый Григорий Иванович Рассалима, российский и советский невропатолог, психоневролог писал «Дегенерат неизлечим, но обезвредить такого больного это уже одна из важнейших задач гигиены, так как многие психопатические состояния отличаются своей заразительностью». Вы знаете, недавно в ответ на какое-то мое выступление относительно февральской революции по радио «Эхо Москвы» выступил замечательно, очень талантливый публицист, оппозиционный публицист, младший Карамурза. И он обратил внимание на мои слова, что восторги после февральской революции были совершенно беспрецедентными. Карамурза совершенно справедливо сказал, подождите, а вспомните восторги октября 1905 года, когда была дарована почти конституция свободы. «Вспомните», сказал он, картину Репина, посвященную именно этому событию. Вы знаете, я очень благодарен журналисту Карамурзе, что он напомнил мне именно эту картину. Репин был весьма революционно настроенный художник, у него много картин, которые обличают и царский режим, и объективно рассказывают о тех сложностях, проблемах предреволюционного российского общества. Не ждали. Отказ от исповеди. У него немало таких произведений. Но вот давайте посмотрим на картину Илья Ефимовича Репина, о которой напомнил нам Карамурза. «Восторг после революции 1905 года». Посмотрите, какие удивительные лица. Илья Ефимович Репин был великим художником. Он отображал объективное состояние общества. Он, если не фотографически, то предельно точно изображал тот дух, который царил среди этой ликующей толпы. смотрите внимательно на эти лица. Это лица здоровых людей? Это нормальное психическое состояние у тех, кого подловил своей кистью Илья Ефимович Репин. Еще раз повторю, человек с огромной симпатией, относившийся к протестному движению в России. Восторг просвещенного общества после манифеста о свободах. Это октябрь 1905 года. Но самое интересное в этом смысле это размышления нашего великого ученого, не выехавшего в эмиграцию, хотя он был к тому времени уже лауреатом Нобелевской премии, это первый Нобелевский лауреат в России, Иван Петрович Павлов. Наш великий физиолог. Сам Иван Петрович, как и большинство представителей интеллигенции, был, в общем-то, не чужд революционных или, скажем так, оппозиционных идей. Но действительно много было, наверное, возмутительного, много было того, с чем нельзя было согласиться, а революционный дух был слишком силен. Узнав о событиях 1905 года, Иван Петрович сказал что-то в этом роде, за точность слов не ручаюсь, но примерно было сказано так, ну хватит, с этой гнилью надо заканчивать. Потом он отошел от особого внимания к революционному движению и в основном до 1917 года занимался своими замечательными научными трудами. Так вот, в апреле-май 1918 года в уже голодном Петрограде охваченном революцией в Петрограде, где опасно было выйти на улицу, бандитизм царил на сток награда. Уже началась гражданская война, уже нормированы были практически все продукты питания, тяжело была пережита зима предыдущая с 1917 на 1918 год. Уже большевики царили над Россией. Так вот, весной 1918 года Иван Петрович Павлов вдруг выступил в Петрограде с циклом публичных лекций на тему «Об уме вообще и о русском уме в частности». В последней из этих лекций, посвященной вопросу об уме интеллигенции, Иван Петрович Павлов в частности говорил «То, что произошло сейчас в России, есть, безусловно, дело интеллигентского ума. Массажи сыграли совершенно пассивную роль. Они восприняли то движение, по которому ее направляла интеллигенция. Отказываться от этого, я полагаю, было бы несправедливо и недостойно». И далее он рассмотрел свойства ума российской интеллигенции. С его точки зрения эти наши свойства, прошу прощения, я цитирую великого человека, либо неразвиты, либо искажены, либо извращены. «Русский интеллигентский ум, говорит Иван Петрович Павлов, не привязан к фактам. Он больше любит слова, он ими оперирует. Это незабавно, продолжает Иван Петрович Павлов. Это ужасно. Это приговор над русской мыслью. Она знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности. То есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. Словами, а не смыслами, как сказали бы, наверное, мы сегодня. Иван Петрович Павлов продолжает. Возьмите другой факт, который поражает сейчас. Это факт распространяемости слухов. Серьезный человек сообщает серьезную вещь. Ведь сообщает не слова, а факты. Но тогда вы должны дать гарантию, что ваши слова действительно идут за фактами. Этого нет. Мы знаем, конечно, что у каждого есть слабость произвести сенсацию. Каждый любит что-то прибавить, но все-таки нужна же когда-нибудь и критика, проверка. И этого у нас не полагается. Мы главным образом интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность. Свобода мысли. Есть ли у нас эта свобода? Спрашивает Иван Петрович Павлов. Надо сказать, что нет. Отвечает он и себе, и нам. Я помню мои студенческие годы. Говорить что-либо против общего настроения было невозможно. Восстаскивали с места, называли чуть ли не шпионом. Но это бывает у нас не только в молодые годы. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете вы, сразу же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и тому подобное. Какая же это свобода? А вот теперь особенно важно. Свобода и дисциплина, пишет Иван Петрович Павлов. Это абсолютно равноправные вещи. То, что мы называем свободой, то у нас на физиологическом языке называется возбуждением. То, что обычно зовется дисциплиной, на физиологическом языке соответствует понятию торможения. Вся нервная деятельность слагается из этих двух процессов. Из возбуждения и торможения. И торможение имеет даже большее значение. Раздражение, возбуждение это нечто хаотическое, а торможение вставляет эту хаотичность в рамки. Иван Петрович Павлов резюмирует, что с возбуждением у русского интеллигентского ума все в порядке, а вот с торможением как-то совсем плохо. Он пишет, вы можете иметь нервную систему с очень слабым развитием важного тормозного процесса, того, который устанавливает порядок, меру, и вы будете наблюдать все последствия такого слабого развития. Впрочем, Иван Петрович Павлов дает интеллигентскому уму, а он говорит именно об интеллигентском российском уме, надежду. Но после определенной практики, тренировки на наших глазах может идти усовершенствование нервной системы и очень большое. Значит, невзирая на то, что произошло, имеется в виду революция и ее последствия, все-таки надежды терять мы не должны. Давайте еще раз посмотрим на картину Илья Ефимовича Репина 19 октября 1905 года. Посмотрим на эти лица и вряд ли мы ошибемся, если скажем, что эти же люди только через 12 лет в 1917 году ходили по своим городам с тем же самым восторгом и с тем же самым выражением лица. Правительство Российской империи не смогло обезвредить эту эпидемию, обезвредить ее интеллектуальным противостоянием, убеждениями, аргументами, которые повлияли бы на наших соотечественников 1917 года, дискуссиями, правильной общественной работой, ничего этого сделать они не смогли. Они не смогли найти общего языка со своим обществом. И в этом была главная ошибка и главная трагедия Российской империи. Но как успокаивал нас Иван Петрович Павлов, конечно же не все потеряно. И Россия воспряла и воспользовалась тем великим наследством, которое досталось Советской России от России императорской. И наш народ с необычайным энтузиазмом, сметая все преграды на своем пути, начал заниматься тем единственным делом, на который он безусловно способен. Он начал заниматься строительством новой империи. Эта империя в данном случае была уже советской. но и большевизм в этой Советской империи тоже был преодолен. Замечательно по этому поводу сказал наш великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Россия переварила коммунизм и поставила его на службу своей государственности. Но мы понимаем какие потери и предшествующие нам поколения и мы и поколения которые будут после нас понесли в связи со всеми этими событиями. О них просто и горько сказал Иван Алексеевич Бунин. В той самой книге «Окаянные дни» Иван Алексеевич написал специально для нас наши дети внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию в которой мы когда-то то есть вчера жили которую мы не оценили не понимали всю эту мощь сложность богатство счастье не дай бог нам нашему или будущим поколениям с горечью повторить те же слова поколению наших потомков. Как происходят такие перемены в судьбах народов я скажу свое мнение как человек церковный есть такой духовный закон который записан в Святой Библии даст тебе Господь по сердцу твоему вот если человек или общность людей народ чего-то уж очень хотят очень на этом настаивают даже если это идет во вред им Господь всячески отвращает человека или народ от этого пагубного пути подсказывает им удерживает их событиями жизни промыслом Божия но если народ не отступает от своего намерения Господь отходит в сторону и дает по сердцу народа ну смотрите делайте так как вы знаете и сами потом разберетесь Господь не отнимает свободу у людей почти все слои общества приветствовали февральскую революцию почти все слои общества в том числе и простые люди в ответ на расстрел государя-императора Николая II и его семьи в июле 1918 года абсолютно равнодушно а по воспоминаниям современников и со злорадством отреагировали на это красный террор белый террор зеленый террор захлестнули Россию потом сталинский террор как мы его называем а откуда они взялись как общение получились у нас в нашей прекрасной замечательной стране откуда их корни мы знаем о февральских событиях 1917 года знаем об октябрьских событиях 1917 года но часто забываем о том что было в ноябре 1917 года а в ноябре произошло одно очень знаменательное событие закончились выборы во Всероссийское учредительное собрание эти выборы назначило временное правительство в самом начале своей деятельности с тем чтобы объявить впервые за всю историю России абсолютно свободное свободное в том числе и от любых цензов национальных возрастных с 20 лет можно было выбирать а не с 25 как раньше в думу женщины могли участвовать в выборах впервые в большой стране это произошло военные имели право принять участие в выборах так вот нужно было выбрать такой представительский орган всех представляющий как бы всю Россию для того чтобы определить будущее России ее путь и действительно эти выборы были завершены и в ноябре 17 года были объявлены их результаты представители всех партий участвовали в этих выборах а те партии которые по тем или иным причинам не смогли принять участие просили голосовать за партии представленные на выборах их сподвижников так вот всенародным голосованием было избрано 715 депутатов 655 из них 91 процент принадлежали террористическим партиям партиям которые в уставе своем обозначили терроризм как инструмент своей политики о Ленине мы знаем социал-демократия должна признать и принять свою тактику массовый террор расстреливать всех без излишней волокиты резолюция Владимира Ильича Ленина это мы знаем эсеры они преимущественно были избраны в всероссийское учредительное собрание их лидер Чернов Виктор Чернов принимал самое деятельное участие в программе эсеров революционная Россия 1902 год так называлась эта программа и в ней конкретный пункт пункт о терроре может и должен войти в общую программу партии на пост председателя Всероссийского учредительного собрания претендовали двое Чернов разработчик программы партии в том числе и пункта о терроризме и Мария Александровна Спиридонова практически террорист застрелившая советника тамбовского губернатора Лужуновского а открыл учредительное собрание еще один известнейший террорист товарищ Яков Михайлович Свердлов даст тебе Господь по сердцу твоему свободно и общим голосованием был избран орган призванный определить будущее России 91% в нем составляли члены террористических партий учредительное собрание провело всего лишь одно заседание оно и так сделало свое дело а затем было разогнано большевиками просто-напросто среди этого огромного скопления представителей террористических партий появился Владимир Ильич Ленин который приказал это уже ненужное сборище распустить он кстати предупреждал своего коллегу революционера Виктора Чернова еще задолго за многие годы в эмиграции о том что именно так и будет Виктор Чернов писал в своих воспоминаниях как-то в Швейцарии беседуя с Лениным за кружкой пива я задал ему вопрос Владимир Ильич да придите вы к власти вы на следующий день меньшевиков вешать станете Ленин ответил первого меньшевика батенька мы повесим после последнего эсера прищурился и засмеялся собственно говоря это Ленин совершенно спокойно и исполнил с присущей ему легкостью расстреливать всех без излишней идиотской волокиты это его цитата надо сказать что Ленин получил в наследство тоже очень непростую ситуацию ни на йоту ни оправдывая его конечно же об этом не может быть речи но ведь вся Россия в октябре и после октября семнадцатого года превратилась в одно бушующее кровавое анархическое вооруженное революционное море а большевики были крохотной организацией сравнительно со всем этим морем и с партией скажем эсеров и совершенно логично с присущей террористу последовательностью Ленин именно беспощадным террором стал загонять эту неуправляемую толпу в стоило именно посредством террора собственно говоря большинство революций именно так и заканчивается несомненно каждый сознательный гражданин своей страны должен отстаивать свои идеалы должен сделать все чтобы разумно исправить положение в своей стране изменить то что должно быть изменено но есть разные методы не приведи бог пишет Александр Сергеевич Пушкин не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный те которые замышляют у нас невозможные перевороты или молодые и не знают нашего народа или уж люди жестокосердные коим чужая головушка полушка да и своя шейка копейка да надо делать все чтобы излечить ситуацию и искать те средства которые необходимы для излечения но как известно гильотина не может быть при всем желании средством от головной боли а гильотина это известный символ революции быть может никто не расскажет нам русским людям о самих себе более и беспощаднее чем события 1917 года мы склонны как никто жить в иллюзиях мы склонны как никто забывать о своей истории мы ленивы и нелюбопытны как обличил нас тот же Александр Сергеевич Пушкин Гегель как-то сказал история учит тому что она ничему не учит скорее всего особенно глядя на нашу недавнюю скажем так 30 лет назад историю возможно так она и есть о том чтобы все же внимательнее по мере сил и возможностей относиться к истории говорит нам и замечательный наш ученый историк Василий Ось Ключевский история говорит он конечно же недобрая учительница а жесткая надзирательница над народами она ничему не учит а только наказывает за незнание уроков он о он и и и и и и и и и Продолжение следует...